Выучишься, будешь много денег зарабатывать. А зачем много денег зарабатывать? В движении все, цель, ничто. Нужен ли такой квест современному человеку? У них родится ощущение, что они образованы. Я хотя бы не агрессивный обыватель. Это очень глубоко и очень объемный целый класс культуры. Ну вы же бога оскорбляете. А я не могу врать. А такую ситуацию книги способны выправить? Не читайте глупых книг, не общайтесь с глупыми людьми, не смотрите глупые фильмы. Это плюс. Как этот художник дыню нарисовал? Они не были лохами. А типаж необразованного человека, вот, допустим, во времена Дон Кихота, он был какой? Ваша милосток, вы в бога не веруете? Как путь Дон Кихота проходит тот, кто смотрит Даню Милокина? Я дал ему проблеск смысла. Как понять, как понять Гомера? Я просто читаю книжки и рассуждаю. Я вас поздравляю с этим. Евгений Викторович Жаринов, литературовед, известный вам человек здесь, в профайл-скул. Я Вячеслав Малахов, автор группы «Дереволюционный советчик». И вот волею судеб, такой вот, не знаю, ситуативный публицист, потому что того требует нынешняя ситуация. Вы меня тоже знаете здесь. И мы сейчас говорим про театр, но вообще тема нашей беседы сегодня – книги нужные, важные. Все ли книги нужные, все ли книги важные. Сегодня мы поговорим и о книгах, собственно, которые господин Жаринов написал сам. И там среди них есть и художественный роман. Вот, и вы расскажете об этом. Так вот, видимо, сейчас пришло время для анонсированного в меру пафосного начала. Мы сегодня про книги говорим, и мы книги – это, собственно, как вы говорите, да, история – это общность фактов, а литература – это общность слов, да, и мы здесь про слова. Вначале было слово, и слово было Бог. Я нашел исследование, вот, второй раз уже начинаю нашу встречу с исследования, о самых популярных словах, которые просто часто звучат в интернете, и они же совпадают в некоторых пунктах с тегами. В Инстаграм – это самые популярные слова. Как вы думаете, самое первое, какое вот популярное? Не знаю. Меня радует, обнадеживает, что это слово «любовь». Самый популярный тег – это «любовь». У меня была такая мысль, я просто боялся показаться банально. Да, да, да. Ну, как бы, в общем, второе – это свобода. И, казалось бы, вот, Инстаграм, молодые люди, любовь, свобода, вроде как бы все хорошо. Но третья популярность – это деньги. Далее – мир. А потом секс. Вот первая пятерка выглядит так. На самом деле, господа, это две взаимоисключающие пары. Свобода и деньги – это взаимоисключающие пары. Наивно полагать, что если у вас много денег, то у вас много свободы. А-а-а. Вы купите на эти деньги время, но у вас не будет денег, но появится время. Нет, нет, нет. Деньги – это, особенно большие деньги, это очень большой груз. Вспомним Евангелие. Что говорит Спаситель? Что богатому войти в Царство Небесное все равно, что верблюду пролезть сквозь Егорье ушко. Посмотрите гениальный фильм Пьера Паула Пазолини «Евангелие от Матфея». Посмотрите эпизод, когда богатый человек приходит к Христу и просит его, чтобы он научил его, как жить. И вот как раз в этот момент ему это говорит. Большие деньги. У меня столько друзей юности, которые были прекрасны, талантливы, восхитительны. Стали зарабатывать или, как сказал мой экс-приятель, стали «зажичными» и в таких идиотов превратились. Мама дорогая. Просто ужас. Я иногда думаю, что за превращение кавки? Почему они все стали насекомыми? Потому что деньги, если человек к ним не готов. Вы заметьте, есть понятие старых денег. Старые деньги уже давным-давно поняли, что от огромных денег надо избавляться. С помощью чего? С помощью распределения. С помощью благотворительности. Меценатства. Чтобы они не доблели над одной семьей. Посмотрите, что творится с нашими новоришами. Посмотрите, они похожи на сумасшедших детей, которые решили, получив много денег, сразу скупить весь игрушечный магазин. Весь Диснейленд. Весь Диснейленд. Посмотрите, как они тупо выглядят. С этими своими яхтами. С этими своими домами. Знаете, у меня есть один мой друг детства. Он живет сейчас в Дании. Он был известный журналист. Сейчас он на пенсии. Он работал в «Экстрабладет» и так далее. Володя Пиманов. Он брал интервью у Березовского. Еще тогда, когда Березовский был супербогат. Только-только переехал он в Англию. И Березовский говорил ему. Володя, говорю. Они в таких отношениях были. Ты пойми, у меня больной желудок. Я могу купить что угодно, есть что угодно. Но у меня очень четкий режим питания. Володя, у меня это замок. Но я-то могу жить в одной, в двух комнатах. Зачем мне все остальные? Володя. И все его рассуждения были о том, что вот все то, к чему он стремился всю свою жизнь, не делает его абсолютно счастливым. Он, вообще говоря, трагическая судьба. Трагическая судьба Бориса Березовского. Володя говорит, меня везет его телохранитель и водитель. У Володи прекрасный английский, датский и так далее. Он работал на BBC. Ну, такой очень продвинутый журналист. Мы с ним по WhatsApp встречаемся время от времени. Вот. Я, говорит, спрашиваю этого водителя. А он такой спецназовец, английский. Ведет машину. Я его спрашиваю. Скажите, а вы могли бы поймать пулю за Березовского? Он сразу влево. И машина юзом пошла. Какая пуля? За кого? Ну. Оплатил он ему очень большие деньги. Ну, жизнь ведь не стоит никаких денег. Ну, это раз. А потом самое главное. Деньги лишают вас искренности взаимоотношений. Это верно. Вы никогда не пропустите через сито. Человек общается с вами. Помните, у Гоголя есть гениальное отступление в мертвых душах. Какое же, говорит, я не точно его процитирую. Какое магическое слово есть у слова миллионщик. Вот ничего вам этот миллионщик не даст. И вы от него даже не хотите ничего получить. Но само слово вас так очаровывает, что вы только узнаете, что он миллионщик. И там смысл такой был фразы, что ваша спина сама сгибается. У Гоголя, посмотрите, это гениально. Я просто даю свое восприятие этого лирического отступления. А это так. И этот подхалимаш перед большими деньгами живет. Это в нас во всех сидит. Потому что деньги, мои дорогие, это ведь не только, как еще один туповатый приятель, это не только игра на бирже. Это магия. Это мистика. Не случайно в истории мировой культуры деньги всегда были связаны с нечистой силой. И в деньгах это есть. Это их природа. И вы никуда не денетесь. Хотите больших денег? Пусть меня не слушают самодовольные игроки на бирже вроде моего одного приятеля, который очень любит Дину Рубину и больше ничего не знает про литературу. Потому что он наспех ее прочитал между биржевыми сводками. Большие деньги – сразу договор с дьяволом. Причем не кровью. По молчаливому согласию. Потому что, извините меня, если очень большие деньги, то и преступление может быть. И ценность человеческой жизни может свестись на нет. Если вам помешают очень большие деньги, а вы уже зарядились, и вы уже наркоман этих цифр. А есть ли примеры в литературе в том числе? Потому что, есть ли примеры, когда человек устоял перед натиском соблазна? Есть. И не только в литературе. И не только в литературе. В вашей жизни, может быть, да. Есть. Но это люди исключительные. Пожалуйста, Лев Толстой. Он был дважды миллионером. Он берет и уходит. Он бросает все. Значит, это возможно. Ну, а какие люди? Таких людей много? Гауди, который был очень богат, а умер бомжом. И таких примеров немало, но они исключительные. В массе своей я вижу, вы по своим приятелям-то посмотрите, во что они очень быстро превращаются. Ну, вот с он-то и делает... Нет ничего более жадного, что ли, чем богач. Чем тот, кто вошел в азарт. В азарт. И нет ничего страшнее, чем нувариш, который быстро разбогател. Что такое нувариш? Быстро разбогатевший бедняк. Это кессонная болезнь от быстрого подъема из глубины. Да. Все. Вот нельзя быстро подниматься из глубины. Получишь кессонную болезнь. И кирдык тебе. Вот когда человек быстро вскакивает, это уже идиот. Но это прекрасно описано у Чехова в Иваныче. Посмотрите, как герой, некто старцев превращается в языческое божество. Иначе Чехов его и не сравнивает. И вот возвращаясь к этим пятерке слов, там, кстати, есть шестое. Там есть шестое. Да, и секс. Любовь и секс. Это пятое. Это, извините меня, тоже взаимоиспечающие. Неотождественные понятия. Потому что сейчас очень модно говорить о сексе, секс и так далее. Но вы должны ведь понимать, что лучше всего о природе сексуальности сказали язычники. Сексуальность вся строится на языческом культе, как сказал Платон, черной Афродиты. Вот когда был этот дурацкий фильм «50 оттенков серого», и все там балдели от него, это не точное название. «50 оттенков черного», который уходит в абсолютную тьму, хтонической природы сексуальности. А хтоническая природа, если называть простыми языками, это обожествленное чудовище. Потому что, извините меня, такая тонкая грань между, как говорится, сексуальностью нормальной и сексуальностью анормальной. И, кстати сказать, если брать это в историческом аспекте, посмотрите, что такое культура и литература, культура либертинажа. Вот она у меня здесь анализируется, вот в этой моей книжечке, «Падшее просвещение». Я этому посвятил там целую главу, когда я рассказываю вот об этой сексуальности. Видит, тут даже портрет Венеры и Марс. Вот полюбопытствуйте, полистайте. Тут иллюстрируется, это «Вайстей» издано и так далее. Это страшная вещь. Культура либертинажа. Культура либертинажа и литература либертинажа. Например, «Маркиз де Сад», отсюда садизм. Например, «Захер Мазох», «Венера в мехах», отсюда мазохизм. И другие радости жизни. Ну, это крайние точки сексуального маятника, которые возносятся... А это и есть сексуальность в его, как это сказать, в таком утопическом виде. Как некую утопию, как некий идеал. Сексуальность в виде... А еще, знаете что? Посмотрите-ка вы фильм, только наберитесь терпения, смотрите частями, потому что неинтересно ведь, когда говорят о 50 оттенках серого, неинтересно ведь смотреть, как какашки едят. А это экранизация Пьера Павла Пазолини, романа «Маркиза де Сада», «120 дней Содомы», «Соло» или «120 дней Содомы». Посмотрите, по любопытствуясь, насколько терпения хватит. Зачем был снят этот фильм, на ваш взгляд? Ну, Пазолини был... Как рождается такое искусство? Пазолини был великий экспериментатор над всем и себя, над политическими взглядами он был коммунист, над... И снял фильм «Теоремы». Он был убежденный гомосексуалист и умер от руки своего любовника. То есть это страшный садомический грех, который церковь не принимает. И снял один из самых великих христианских фильмов «Евангелие от Матфея». Он весь был соткан из противоречий. Он был великий теоретик кино. У него была теория не собственно прямой речи в кино. И он гениально это описал. Это вообще потрясающее открытие в области языка кино и так далее. Он зашкаливал в своих возможностях. Он был одним из самых ярких, одной из самых ярких фигур авторского кино. Сейчас кино выродилось продюсерское кино. Сейчас режиссер превратился в слугу. В эпоху Пазолини ему повезло. Он был на пике авторского итальянского кино. И мог найти деньги для съемок. Сейчас бы он не нашел ни на что. И мог снимать то, что он считал важным. И он по себе оставил очень противоречивый. Но шокирующий след. Там ни одна картина не похожа на другую. Такое ощущение, как будто все фильмы Пазолини снимали разные художники. С разной установкой. И это потрясает. Сейчас вот ты берешь и видишь, что ждать от режиссера. Ты уже знаешь все его приемчики. Ты узнаешь все его, так сказать, фигулечки, что мне тоже не нравится в современном театре. Я уже их знаю. Их поэтику я раскусил и понимаю, чем они дальше будут. Каким парадом аттракционов они дальше будут меня удивлять. И мне это становится неинтересно. Вот. И, а тут ты ничего не ожидаешь. Тут тебя будут удивлять, шокировать, потрясать. И это будет сделано с определенной установкой. Поэтому про Пазолини трудно писать. Пазолини не укладывается в одну поэтику. Может, только Долин знает про это? Хотя я сомневаюсь, что он про это знает. Боюсь, что нет. Вы хотите написать про Пазолини? У вас хотели бы... У меня сил не хватит. Ведь такие специалисты по кино, как Долин, они же ведь берут харизмой. Они же ведь сами себя прописывают великие киноведы. А у меня сил не... у меня очень много сомнений. И кто такой я, а кто такой Пазолини? Для современных кинокритиков Пазолини — это мальчик с грязной попкой. Я много знаю сейчас кинокритиков, которые плюют на Тарковского, на Феллини, потому что они считают себя умнее. Они считают, что новое время, в котором они варятся, это и есть истина. Это от невежества. Это от глупости. Ну, это... Мы даже на них не будем там равняться. А вы знаете, очень интересно. Когда в студии закрытый просмотр, я всегда вспоминаю это, когда разбирали там фильм Копполы «Между», да? Коппола спрашивает у одного такого киноведа из УГИКа, что вы думаете про фильм Копполы, «Космический Одиссея» 2001 года. И мальчик говорит, «Ой, я все понимаю в этом фильм». Так. И мальчик говорит, Коппола гениальный вас одел. А знаете, почему вы так бодро говорите о нем? Потому что до вашего рождения уже много десятилетий этот фильм вам весь расписали. А когда я смотрел впервые этот фильм, я говорил, Стэнли, у меня тут мурашки по телу побежали, он сидел с кубриком, что ты делаешь, тебя никто не поймет. А мальчик теперь понимает. Так вот так же и происходит. Это обидимость понимания. Это, знаете, как у Пушкина сказано, «Себе присвоил ум чужой». Так это же и есть начитанность, первоначальное ее зерно. Эта начитанность имеет как положительные, так и отрицательные свойства. У человечка рождается ощущение, что он все знает. А это обманчивое ощущение. Но оно разве не неизбежное в образовании? Оно неизбежное, но вы должны относиться к себе очень критически и понимать, что вы просто присвоили себе ум чужой. Это на пятый год образования, на первые два, как показывает практика. Это дальше. И дальше даже. Надо понимать, что этот ум-то чужой, не ваш. Это уже работа многих интеллектуалов, не ваш. Если вы действительно хотите что-то значить, вы должны очень критически относиться и к себе, и к своим суждениям, и уж точно не плевать в сторону гениев. Потому что, когда вы плевете в сторону гениев, это прям как плевать по ветру. Снаменитая сказка Салтыкова-Щедрина «Либерал». Там принцип есть применительно к подлости. Плевать применительно к подлости. Плюешь по ветру и к тебе несется. Так что не плюйте на гениев. К вам прилетит. Либерал времен Салтыкова-Щедрина. Это совершенно другая вещь. Я просто назвал сказку. Она так и называется, «Либерал». А кто такой был Салтыков-Щедрин? Он сам был либералом. Он сам выступал против крепостного права. Он же не был крепостником. Он просто ненавидел так называемых лжелибералов, которые переодеваются на лету. О, да. Ну, и там принцип применительно к подлости. Это его формула. Да, фашисты 21 века назовут себя антифашистами, а диктаторы 21 века назовут себя либералами. Конечно. Конечно. Поэтому тут не надо путать слова. Не надо увлекаться словами. Вот смотрите, я все возвращаюсь к теме слов. вы уже на самом деле начали говорить на эту тему, о которой я хотел попросить поговорить. Те самые аттракционы, наши старые добрые молодежные аттракционы. Какая, на ваш взгляд, ну, я бы хотел, наверное, там по три назвать, или сколько назовете книг? Вот мы пойдем прямо с самого низа до пирамиды этих слов. Например, давайте поговорим про деньги. Самое лучшее художественное произведение про деньги, которое вы читали или можете порекомендовать, именно вот о природе зла денег, о том, могут ли они быть все-таки добрыми, приносить пользу, что вы думаете о книге «Атлант расправил плечи» и прочее, и прочее. Назовете ли вы ее как хорошую книгу о капитализме в принципе? Я знаю, что она сейчас популярна, я знаю, что сейчас многие люди по ней выстраивают свой жизненный сценарий, это я все знаю, но только не забывайте, дорогие мои, что эта книга по своей идее глубоко не оригинальна, потому что в этой книжке перепевается старая идея, которая бытовала в русской культуре благодаря Николаю Григорьевичу Чернышевскому. Вот вы все как бы к Чернышевскому относитесь как к некому атовизму с его романом «Что делать?» Нет. Многие даже и не читали и что-то слышали, но суть-то Чернышевского в том, что он пропобедовал так называемый разумный эгоизм. Эго-альтруизм? Разумный эгоизм. Его в, как бы это сказать, в пародийной форме гениально воплощает Федор Михайлович Достоевский в романе «Преступление и наказание» в образе Лужина. Когда Лужин в этом абсолютно христианском романе об убийце и блуднице, а это два персонажа Евангелия, там весь роман просто пронизан Евангелием. Вы читаете Евангелие от Федора Михайловича на самом деле. А сам Петербург превращается в какой-то зловонный Иерусалим. Это его Петербург. У Гоголя это Петербург морозный, отсюда шинель, а у Федора Михайловича это грязный, вонючий, летний такой Иерусалим, который истекает жарой вот с этими самыми колодцами, где там в другом романе один из героев гениальную фразу произнесет «Не живут здесь чижики, не живут». Гениальная фраза. Так вот, там Лужин говорит «Меня учили раньше отдай рубаху ближнему своему». Такая евангельская притча. А я подумал, мне очень нравятся новые идеи, потому что Лужин это пародия на Чернышевского. Зачем же я свою рубаху единственную на две половины рвать буду? Лучше я заработаю десять рубах. И из них может быть одну отдам нуждающемуся. Но сначала я эти рубахи заработал. Здравствуй, Атлант расправил плечи. Все остальное херь словесная. Я согласен. Но если бы он имел идею отдать не одну, заработав десять, а пять или девять. Не важно. Это как сказано в поговорке «благими намерениями дорога в ад вымощена». И поговорку мы знаем, но в чем зло такой позиции? Заработать десять рубах и отдать посильное... Потому что само понятие разумного эгоизма, а это и есть разумный эгоизм, это оксюморон. Эгоизм не может быть разумным. Эгоизм, это прекрасно понимали русские классики, это форма сумасшествия, которая имеет свое продолжение в понятии эгоцентризм. А человек, у которого много денег, у него большой соблазн стать эгоцентриком. который вдруг начнет для себя ложно понимать, что он небожитель, что он и есть бог, что вокруг него все вертится, что деньги могут делать все. Относительно денег, вы спросили меня, скупой рыцарь Кушкина. Хорошая притча. База. Да. Хорошая притча. Когда там сын заметьте, какой гениальный оксюмарон. Рыцарь и вдруг тупой. Откуда у рыцаря деньги? Он же не купец. он ростовщичеством занимается. У него есть сундук, где каждая монета в этом монологе его полна горя. Но он не обращает внимания на вдову с детьми, которая плачет и не может отдать долг умершего мужа. Он все равно под дождем стоит с детьми, мучается, но зато вот эту монету она мне отдала. Я кладу ее в сундук. И сын его говорит, отец раб этого сундука, не хозяин он, а раб этого сундука. Если вы помните прекрасно эту пьесу, то вы видите, там отец вызывает на дуэль собственного сына. И последняя фраза ужасный век, ужасные сердца. Гениальная экранизация нашего режиссера швейцера, мастера, экранизировать русскую классику маленькие трагедии. Там скупового рыцаря играет Смуктуновский, если не ошибаюсь, Бурляев играет его сына, а самого герцога играет сын Смуктуновского, который умрет от наркотиков. Это одна из немногих, а может быть единственная роль сына. И по тому, как он играет, видно, что он был очень одаренным человеком. Но его могли свести с ума большие деньги отца. Это знаете, все знают, какая бывает проблема в этих семьях, где дети вырастают мажорами, где не надо трудиться. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. У них все есть. С самого начала я видел столько разбитых, расплачиваются детьми самым дорогим. И это повсеместно. И это повсеместно. Это правило. поэтому многие умные старые деньги чаще всего образовывают всякие трасты. А дети должны зарабатывать сами. То есть у них есть какой-то траст, подушка безопасности, они никогда не станут бомжами, но сам зарабатывай. Учись, трудись, становись личностью, добивайся сам. Это очень мудрая политика. Ну вот смотрите, вы можно сказать покрасательно и покритиковали Атлант расправил плечи. То есть да, кто-то делал эту книгу инструкции кризису. Я объясняю. Она не нова. Если бы я не читал Чернышевского и не знал бы кто-нибудь такой, мне может она бы понравилась. Если бы я не читал других книг, как говорит мой любимый Жванецкий, наши ботинки возле других не видел. Если ничего другого не читал, во книжка. А вот вопрос, а что другое? Вот есть Атлант расправил плечи. Для тех, кто не читал Чернышевского, есть Чернышевский. А потому что мы остановились на том, что разумный эгоизм это оксюморон. То есть взаимоисключающее начало. Как доброе зло. Вот не может быть такого. Эгоизм не может быть разумным. Потому что когда мы говорим о разуме, мы говорим о неком правиле, о некой устойчивой разуме. Эгоизм неразумен. Эгоизм безумен. Не может быть безумства разумным. Не может. Хорошо. А альтруизм может быть безумным также? Может быть. Как это? Дон Кихот безумный альтруист. Безумный альтруист великий Дон Кихот. Кто же хуже? Дон Кихот он тоже созидательного мало делает? С Дон Кихот сложнее. Еще одна книжка Дон Кихота. Называется она Библиотека Дон Кихота. А вы назвали тайны средневековых текстов. Вот тут я как раз все посвящаю роману Дон Кихот и так далее. Дон Кихот фигура исключительная и очень сложная всего таких я у меня лекции есть на Лив Классе посвященные несколько четыре лекции год назад записанные четыре великих героя мировой литературы. Это Дон Кихот это Фауст это Гамлет и это Дон Жуан. Каждый каждый из них почему это великий герой это не просто судьба одного человека это не просто условно говоря образ князя Андрея или Пьера Безухова или Евгения Негина это больше чем отдельная судьба это если хотите определенные интенции мировой культуры которые так случилось воплощены в человеческих образах в которых кстати сказать все происходит на грани между человеческим и нечеловеческим больше чем человеческим и Дон Кихот такой же как и каждый из них как и каждый из них они обманывают вас если вы думаете что это просто люди поэтому например и Гамлета очень трудно сыграть почти невозможно все актеры или большинство стремятся сыграть Гамлета но мы только говорим о разных вариантах Гамлета и нет ни одного идеального Гамлета будь то Высоцкий Смоктановский будь то Лоренс Левье кто угодно никто из них не сыграл исчерпывающих Гамлета равные Дон Кихот сколько пытались играть нет исчерпывающего равные Фауста равные Дон Жуана нет исчерпывающего образа Дон Жуана почему потому что эти образы философия эти образы несут в себе очень интересный закон жизни закон становления постоянного изменения и поэтому Дон Кихот вы можете его воспринимать как пародию на рыцарский роман вы можете его воспринимать как дурацкую детскую сказочку большинство обывателей так к нему и относятся вы можете его воспринимать как Че Гевару вы можете воспринимать как Бен Ладена Вы можете его воспринимать как нашего нацбола Лимонова, у которого Дон Кихотовская оборотка Вы можете воспринимать как Троцкого, вы можете воспринимать как писал о нем Сейчас скажу, как же, Унамуна, наш испанский Христос Вот это мне больше всего нравится Вы можете его воспринимать как альтер-эго самого Сервантеса Скорее всего, так и было, но мне нравится испанский Христос Не совсем так, потому что сам Сервантес до конца не понимал, что он написал И так бывает Как сказал о нем Шкловский, Сервантес в старые мехи закачал новое вино А я продолжу его мысль, а результат был непредсказуем Потому что, если вы пытаетесь осудить Дон Кихота за все, что он делает Показать, что все его начинания кончаются противоположным результатом То это только внешний срез Потому что Дон Кихот имеет еще одно значение Беслучайно я свой роман назвал «Библиотека Дон Кихота» Это человек книги Эта книга свела его с ума В чем здесь смысл? Его Свело с ума слово А в начале было слово Потому что через книгу Почему его считают испанским Христом? Общается с самим Богом А с Богом Общаться небезопасно Потому что Бог это Такая субстанция Которая, конечно, общается с вами словом Но при этом сам Бог в слове не нуждается Как пишет об этом Фома Аквенат И поэтому Это общение Обречено на непознаваемость На то, что Человек Остается Все равно В неком недоумении В неком Недопонятости В неком своем Безвоздушном пространстве Этого Великого Он стремится общаться Через книгу Вы скажете Ну при чем здесь Рыцарские романы Ну я долго бы вам рассказывал О том, откуда произошли Рыцарские романы Их генезис Да Я же вам не Дима Быков Я знаю, что это такое Я историк литературы Поэтому я мог бы рассказать Что такое генезис Рыцарского романа Откуда он исходит Что на самом деле Генезис рыцарского романа Идет от греческого романа А греческий роман Лег в основу Ну например Биографии жизнеописания Пултарха А биографии жизнеописания Пултарха Как пишет Виппер Это биография Христа Вот так вот От Дон Кихота До биографии Христа А Дон Кихот ищет Святой Грааль Как и все А Грааль это чаша В которой Иосиф Аримофейский Забрал при распятии Кровь Христа И это очень таинственная история А какой Грааль должен Что это для Дон Кихота Кстати сказать Одна из форм Грааля Как пишет Кретьен Детруа Это книга Не чаша с кровью А книга Вот для Дон Кихота это книга Скорее всего Скорее всего И мы на самом деле Не так далеко ушли от Дон Кихота То что для Сервантеса 17 век Виртуальной реальностью Являлась книга Сейчас цифровая технология Но это тот же вариант текста Как и книга Только переведенная в цифру И мы живем в этой виртуальной реальности Не менее активно Чем Дон Кихота Только он то читал Серьезные книги Я восстанавливаю эти 100 книг Которые он прочитал И которые свели с ума Понимаете Я опять-таки Я глубоко сижу в этой теме Я без хвостоства вам скажу Вот скажите Вы когда-нибудь пробовали прочитать Великую поэму Ариоста Неистова и Роланта Скажу сразу Она очень плохо переведена На русский язык Практически перевода Как адекватного Нет Гаспаров Гаспаров ее перевел Верлибром Но это вообще говоря Издевательство Великого ученого Над великим текстом Я ее читал По английском переводе Который сделал Италоязычный Специалист Оксфорда То есть он дословно В прозаической форме перевел Поэтому я почувствовал Что это такое А Неистов и Роланта Является одной из книг Которая зачиталась Если вы когда-нибудь сможете Может кто-то владеет итальянским Может кто-то очень хорошо владеет английским И может взять английский прозаический пересказ Есть еще французский прекрасный пересказ Даже ближе Потому что французский, итальянский, романский языки Они очень близки Это еще лучше Но когда Если вы погрузитесь в эту книгу Вы повторите путь Дон Кихота Если вы по-настоящему в нее погрузитесь А нужен ли такой квест современному человеку? Куда это приведет? А кто такой современный человек? Вот современный человек Олег Цибенко Который погрузился в древнегреческий текст Или он из клуба мертвых поэтов Вот я современный человек Или архаический Вот мои молодые друзья Ну например Снимая шляпу перед таким молодым ученым Николаем Поярковым Ему там до 40 Лет 35 наверное Он современный человек или нет? Да Или современный человек Это балбес Который смотрит Даню Милохова Милохина Мне было бы интересно посмотреть Как путь Дон Кихота проходит Тот, кто смотрит Даню Милохина Это не надо их трогать Потому что Это земля без удобрений То есть ничего На мой взгляд Они именно те Кого надо трогать Не надо трогать Их не надо трогать Это Трогать в хорошем смысле Ни в коем случае Вообще трогать их не надо Прикрасаться культурой У них родится Знаете что? Вот как у моего Тупого приятеля У них родится У них родится Ощущение Что они образованные И начнут учить Такая Родится Пошлая эстетизация Потому что Пройти этот путь Они до конца не смогут Но у них будет ощущение Что они Что-то читали А раз Что-то читали Вам просто не нравится Когда вот это Преломляющееся Через призму Самомнение Культура К вам же и возвращается Пошлятим Ну Давайте вот этот миф развеем Читать для общего развития Невозможно Это только Тешить Своё убогое Самолюбие Чтение Это сложнейший процесс Который ты Как Дон Кихоту Ходишь Или лучше не берись Лучше читай Дину Рубину И занимайся Этими Биржевыми сводками А вот смотрите Но вот Человек Который сейчас Услышит Вот такую трактовку Он Ну как вы думаете Он возьмётся Читать или не возьмётся Во мне всё равно Чего он будет делаться Я не несу За него отвел Он сам В своём жизненном сценарии Расписался Он как бы Подписал этим Ну я буду дураком И этим гордиться буду И Дина Рубина Для меня всё То есть вы предоставляете Человеку самому Влюбиться В некоторый шедевр И это единственный путь Ну а потому что Это и мой путь Кто меня заставлял Смотреть Электру В пятом классе Я не знаю Возможно Совпало Так произошло Просто это движение души Так произошло Это прежде всего В тебе должен быть Ничего с внешней Не получится Ну да У человека Родится что-то Да Какое-то Самомнение Да Вот эта дурацкая Пошлая формулировочка Для общего развития Какое общее развитие Нет общего развития Это труд Великий труд Постижение этих текстов Потому что эти тексты Ведут тебя К смыслу И без этих текстов Твоя жизнь Бессмысленно Бессмысленно Это ты перепеваешь Какие-то чужие Жизненные сценарии Заложенные тебе Твоими Родителями Или случайными Знакомыми Это не твой Жизненный сценарий Это тебе навязанный Жизненный сценарий Это только через тексты Ты определяешь Свой жизненный сценарий Ты говоришь По какому Жизненному сценарию Ты живешь Вот эта книжечка Это Понимаете В какой-то степени Подражание Известной книги Никаса Казанзакиса Отчет перед Эль Грека Когда Никас Казанзакис Великий критский писатель Да На каком-то этапе Своей жизни Пишет исповедь Где он исповедуется Перед великим художником Эль Грек Потому что Он для него И есть та книга А его картины Вон возьмите Похороны графа Аргаса Это целая книга Да не просто Картинка запечатлена Это целая книга Я помню Когда я Рассказывал Об этой картине Этот мой Любитель Дины Рубиной Сидел И попивал Какой-то коктейль Веселя всех Вот Попытайся послушать Что тут происходит Не относительно меня Я просто пытался Ну как бы Познакомить их С этим сложнейшим Текстом Да А ему пофиг Ему главное Так И сделал твит Что он съездил Куда-то К биржевым сводкам Готов Вот Это тупость Вот это Есть Общее Развитие Там Никакого Не будет Развития Это Самоуверенный Самодовольный Пошляк Который уверен Что он и есть Культура Знаете Как он обиделся Я сказал Ну вы обыватель Какой я обыватель Обыватель В какой-то степени Каждый обыватель Ну Я говорю Обыватель Да Ну только Я хотя бы Не агрессивный Обыватель Это уже Мое преимущество Так вот Нет общего развития Развитие может быть Только глубоким А не поверхностным А общее развитие Предполагает Поверхностное Знакомство Обо всем И ни о чем Такой серфинг Скольжение По Гребню волны Не понимая Что там Глубина Да еще какая И с волной Шутить не надо Потому что Когда ты скользишь Эта волна Может тебя Прокинуть И шею сломать Вот Смотрите Вы говорите Очень убедительно Но Я теперь понимаю Что примерно За такие суждения Да-да-да Я забыл Так вот Он пишет Отчет перед Эль Греко А я здесь Пишу отчет Перед Сервантесом Я иду Следующим Потому что Эта книга Определила Очень многое В моем жизненном Сценарии Вот В моей жизни Эта книга Определила Она была Судьбоносной Во многом Да Потому что Как картина Эль Грека Для Казанзакис Вот Приблизительно Так же Это отчет Перед тем Кто Это как раз Противоречит Общему развитию Это как раз Моё Моя Благодарность Тому Что Эта книга Позволила Хоть в какой-то Хоть в малой степени Наполнить Моё существование Смыслом Просто Смыслом Без этого Все было бы Бессмысленно И деньги И заработанные Деньги Меня бы Не наполнили Смыслом Дон Кихот Это книга Про Деньги Все-таки Про свободу Не Про любовь Ну про любовь Странную Про что Дон Кихот Про что Книга Из наших Вот шести слов Ну Про какое Там есть Дуцинея Дельтабос Да Он и выбирает Но тут надо знать вам Что это Не совсем та любовь Которая Как сказал Замечательный режиссер Иньо Рита Сука Любовь Это не Сука Любовь Это Иньо Агапа Послание Апостола Павла К коринфянам Это целая Религия Потому что Поклонение Дульсинея Дельтабоса Это поклонение Прекрасной Даме Или Если исходить Из Альбегойской Ереси Которая Лежит в основе Всех Рыцарских Романов И Дон Кихота В частности Это София Которая Являет Собой Душу Которая Заточил Материальный Мир Демиург Чтобы Она Страдала Это Религиозная Тема Заключающаяся В том Что Рыцарь Об обычной Женщине Даже в Крестьянке Может Увидеть Отблеск Софии Космической Души Если хотите И в подтверждении Что его Мистический Выбор Правильный Он будет Его подтверждать Каждым Поединком Потому Что Он Будет Это Делать Ради Этой Софии Если он Проиграет Поединок Это София В русской Поэзии Серебряного Века Воплотится В образе Прекрасной Дамы Незнакомки Поэзии Блока Там Генезис Колоссальный Я говорю Я знаю Чем я говорю Я вам Не баламут Это Просто Вот Часть Исследования Если хотите А за этим Всем Стоит Такое Религиозное Явление Как Альбегойская Ересь Я Был Знаком С Допросами Альбегойцев Которые Проходили В 13 веке На юге Франции В Лагедоке Я путешествовал По этим местам Я был И в Монсегюри И в Альбе Откуда и пошла Понятие Альбегойской Ересь Был в Каркасоне По всем местам Я проехался Там до сих пор Они существуют Еще их называют Катары Когда вы Въезжаете В Лагедок То там Прям надпись Такая Сэля пии Дэ Катар Это земля Катаров Перед ними Попросил Прощения Павел Иоанн Папа Иоанн Павел II Прощения Потому что Именно Альбегойские Крестовые Походы Положили Начало Инквизиции Потому что Они Представляли Себя Колоссальную Угрозу Католичеству Потому что Это был Альтернативный Поиск Истины И поэтому Все Рейцарские Романы Так или иначе Это поиск Истины Истины Альтернативный Тому Как устроен Мир То что Все Они В этом Смысле Если Глубже Вы в них Погружаетесь Становятся Произведениями Уже Близкими К философии К теологии Это не просто Рассказ О чудаке Альбегойская Ересь Чтобы вам Было ясно Она Имеет Последствия Например Философии Ницше А Ницше Придумал Весь 20 век Она Вам Просил Прощения Она Определила Романтизм Она Бог знает Что Определила Вот Одна Из Граней Романа О Дон Кихоте Поэтому Дон Кихот Не просто Странный Человечек Которого Называют Таз Для бритья Потому что У него Вместо Шлема Таз Для бритья Который Забрал Про добрее Это все Карнавальный Смех Потому что Всегда Большая Глубокая Истина Рядится В карнавал Так Легче Человечку Принять ее Легче Карнавал И Карнавальный Юмор Помогает Человечку Сблизиться С непонятным С тем Что Как сказано У Ницше Преодолеть Его Человеческое Слишком Человеческое По всем Законам Рыцарских Романов У Рыцаря Должен Состояться Последний Турнир Где он Сбросит С коня Последнего Своего Оппонента А он Оппонентов Не убивает Он отправляет Их поклоняться Своей Избранной То есть Своей Прекрасной Даме Своей Софии Мир Освободится От материальных Тенет И уйдет В абсолютную Духовность Вы скажете Какой Бред Нет Я просто не представляю Как это выглядит Вот так Схоже А это Никто Не представляет Это Представил Только Великий Кубрик В гениальной Картине Космической Одиссеи 2001 Года Когда он Вам показывает После Перерождения Обратная Страна Бесконечности Весь фильм Снят Только Ради этой части Весь фильм Можно Там Гениальная игра Унес композиции Весь фильм Является Только Экспозицией К последней 20 минутке Так никто Не снимал Поэтому Эти вопли Молодых Киноведов Меня умиляют Вот Начни задавать Им вопросы Выясняется Что только Баритональный Пук в ответ Так вот Когда там Происходит Перерождение Главного героя И он Становится У вас На глазах Столетним Старцем Который Лежит В Комнате Эпохи Барокко И барокко Здесь тоже Не случайно Когда он Видит Этот черный Монолит Как Воплощающий Некую Высшую Волю Черный Монолит По которому Стив Джобс Сделает Форму Вашего Айфона И там Появляется Какой-то Светящийся Шар И Конец Так Говорил Заратустра Рихарда Штрауса И мы Видим Рождение Нового Человеческого Эмбриона Для которого Вся Земля Игрушка Вот это И есть Последнее Подтверждение Того О чем Я говорил Воплощенное В Космогонии Фридриха Ницше Который Вдохновлял Кубрика На эту Картину И вот Если вы Хотите Увидеть Это Реально Последние Кадры Космической Одиссее Вот это И есть Избавление От всего Материального Потому что Пока эти Космонавты Летят В эту Обратную Сторону Бесконечно Они только И делают Что Жрут Как их Предки Обезьяны Там Тема Жратвы Идет Как Лейтмотив Ну Потому что Ты живешь Внутри Своей Мясной Куклой А вот Когда появляется И даже В последнем Кадре Герой Который Тут Запревращается В столетнего Старика Ест Чего-то Еще А потом Эмбрион Эмбрион Гениально Снят Что он Там Делает Для которого Вся Земля Игрушка Вот Моя Внучка Играет В шарики А Кубрик Взял И сделал Гамлет Роман Вагнеровский Роман Там И Ницше Есть Потому что Адриан Ливеркюн Который Являет В этом Романе Фауста Немецкий Композитор Это Биография Фридриха Ницше Но Там Присутствует Вагнер Там Присутствует И Современный Томас Умана Композитор Шонберг У которого Он Взял Идею Контрапункта Его Контрапункта И потом Извинялся Перед ним Там Много Чего Присутствует Этот Роман Настолько Полон Смыслами Что Читать Его Для Общего Развития Как Сказал Шекспир В Бонологе Королевы Мэп Чьи Волосы Заплетать Небезопасно Вот А как вам Такой Аттракцион Что Если Я просто Сугубо Про ассоциации Рифма Визуальная И смысловая Есть Четверо героев Фауст Дон Жуан У каждого Идет Своя тема Да Каждый Свой Это Могут Быть Четыре Всадника Апокалипсиса Каждый По-своему Упрощенный Вариант Конечно Нет Они Ну Апокалипсис И свои Герои Самое Главное Что У них Нет Коней Ну А это Очень важно Это Очень важно Конь Это Очень важно Потому что Всадник Всадник Вообще Это Очень Мощная Мифологема В культуре С ней Просто Так Это Мифологема Это Семвол С ней Просто Так Не Играют Это Рыцарь Например У Дон Кихота Есть Конь У Дон Кихота Единственного Есть Конь У Гамлета Нет Коня У принца У него Конюшня Он Он И Особо Нигде Не Разъезжает Его Пространство Эльсинор Англия Откуда Он Бежал Могила Бедный Йорик Ну Да Он Не У него Не упоминается Что Есть Конь С Арсенант Он Сидит В своей Лаборатории Алхимика К нему Является Мефистофель Единственное В конце Фауста Он Уносится Вместе С Мефистофелем На Какой-то Колеснице А во второй Части Без которой Нельзя Воспринимать Фауста Гета А во второй Части Извините Меня Там Вообще Какой-то Алхимический Трактат Василия Валентина Там Вообще Непонятно Что Происходит Как Говорил Мой Учитель Борис Иванович Пуришев Вторую Часть Гамлет Явно Написал Для того Чтобы Дурить Бедных Немцев Ну Это Он Так Шутил На самом деле Это Алхимия Потому Что Гета Серьезно Занимался Алхимией А почему Алхимией Потому Что Фауст Алхимик Он Сторонник И еще Каббалист Он Сторонник Герметических Наук И у Гета Это Быстро Зашифровано Все То Что Гета Занимался Как Псевдо Ученый Минералог И Был Масоном И для Него Так Называемые Герметические Науки Были Основой Он Сам Был Фауст Гета Сам Был Фауст В каком Смысе И Помимо Гетовского Текста В мировой Литературе И до Гета Существовали Фаустянские Темы Есть Даже Описание Реальной Биографии Фауста Есть Прототипы Фауста Например Агриппа Фон Нестис Гейм И не Только Тот же Воспринимался Как Фауст Рютер Воспринимался Как Фауст Это Общая Идея Возникшая На основе Протестантской Этики Фауст Это Фигура Такая Мама Дорогая Вплоть До Современной Массы Билетристики Которая Теперь Договор С дьяволом Описывает Как Что-то Становое Почему Почему Бы И не Поиграть В это Да Ну Мейнстрим Мейнстрим Такой Мейнстрим Современной Массовой Культуры Как Вампиры Договор С дьяволом И Фауст Я согласен Это уже Снижение Темы И так далее А вот Современный Мне Все-таки Очень нравится Коснулись Дон Жуана А мы Придем К нему Мы Придем Мы Не Коснулись Не Только Фауст Был Дон Кихот Был Есть Еще Двое Мы О них Поговорим Дон Кихот Вроде Мы Дом И Мы Раскрыли Давайте Про Дон Жуана Дон Жуан Это Вы Сказали Любовь Секс Дон Жуан Он Вписывается Как Раз В Эти Понятия Но Это Опять Таки Дон Жуан Сначала Ведь Есть Легенда Дон Жуане Это Еще Глубокое Средневековье Испанское Борьба С маврами Есть Там Такой Герой Романсера И прочее Потом В 17 Веке Появляется Такой Драматург Священник Тирса Дамалина Который Пишет Свою Пьесу Севильский Озорник А Развратники Которого Наказывает Господь За этот Разврат Пьеска Дидактическая Весьма Она Если бы Не Мольер Так бы Осталась В рамках Испанского Литературного Барокко И дальше За эти Границы Не вышла Но Появляется Мольер Придворный Драматург Людовика 14 Живет При дворе Где Сам Людовик 14 И тот Еще Дон Жуан Для которого Адультер Является Воплощением Его Королевской Мужественности Где Фаворитки Меняются Как Перчатки Где Фаворитки Во многом Управляют Государством Фаворитизм Развит Настолько Что Это Становится Модой По Всей Европе Потом Эту Моду Подхватит Наша Екатерина Это Фаворитизм 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 Мольер Придворный Драматург Людовика 14 Пишет Дон Жуан И благодаря Мольеру Дон Жуан Вырастает Из рамок Просто Дидактической Литературы Он Снабжает Эти Реплики Таким Двойным Смыслом Это Так Называемая Высокая Комедия Мольера Что значит Высокая Комедия Это Уже Больше Чем Комедия По Классицизму Комедия Занимает Низкую Иерархию В табеле О жанрах А благодаря Мольеру Она Становится Равной Трагедией О И это Великий Переворот А что Такой Образ Души Дон Джоан А он Сама Философия Потому Что На Мольера В это Время Оказывает Влияние Философ Гессенди И он Вкладывает В реплики Дон Джоан Эту Философию А Эту Философию Можно Определить Как Определение Жизни Как Беспрерывный Процесс Становления Жизнь Это Закон Постоянной Изменчивости Жизнь Не знает Затверженных Правил Жизнь Меняется Каждую Минуту Каждую Секунду Например В росте Ваших Клеток Например В вашем Собственном Росте Вы живете И посмотрите Каким вы были Младенцем И чем вы Сейчас А к старости Каким вы будете Жизнь Постоянные Изменения Постоянные Это Смерть Стремится К Стабильности Из Законченных Могилей И склепом И то Там Внутри Происходит Процесс Разложения Потому что Между жизнью И смертью Все равно Существует Диалектическая Связь Но формально Внешне Это вот Стоит Оставить В зарослях Лес Или джунглях Какой-нибудь Храм Он сразу Этой природой Этой жизнью Завладевает Туда Приходит Животный Там Растут Деревья Разрушает Эти камни И так далее И так далее Камбоджи Такие Великие камни Везде Вот вам Яркий пример Что такое Жить Как становление Да И Благодаря Философии Гессенди Великий Мольер Наделяет Вроде бы Это Альтер-эго Людовика XIV Он же Ведь не рассказывает Вам О Людовике XIV Как он Меняет Своих фавориток Он создает Философское Произведение Отсюда Комедия Становится Высокой Комедией И Дон Жуан Это принцип Самого Изменения Он не может Быть Предан Ни одному Слову Ни одной Женщине Потому что Он сам Дук Становления Помните Любимую Фразу Когда Там Кто У нас Слуга Сгонарель За ним Дон Анна Идет По пятам И просит Вернуть Дон Жуан Она же его жена В лоно Семьи И Дон Жуан Испытывает К Доне Анне Сочувствие Но понимая Что он не может Изменить В своей природе Говорит Сгонарель Пади Успокой И скажи Что я никогда Не вернусь В лоно Семьи Потому что Я как Александр Македонский Который Завоевал Весь мир И разрыдался От того Что ему Больше Нечего Завоевывать Сгонарель Дон Анна Мы вас Бросили Потому что Александр Македонский И другие Миры Вот он Кстати Идея Понимания Искажения Понимания Да Когда он Сначала Орвется На лодке В бурю Пристать Кораблю И покорить Там очередную Свою возлюбленную Лодка Опрокидывается Он оказывается На берегу моря В мокрой В этом Своем Блестящем Костюме Это Любимое Дефиле Самого Людовика 14 Который Показывал Всем Какие у него Костюмы Он очень любил Свои Тонкие Лодыжки Он был Небольшого Роста Побит Оспой И Вел Моду Высокие Красные Каблуки И он Показывал Всем Свои Лодыжки Во время Балета И Мольер Писал Например Мещанин Во дворянстве Для того Чтобы Чтобы во время Пьесы Мещанин Король Мог переодеться Там Балет Идет И продемонстрирует Свои Лодыжки И очередной Свой Камзол Расшитый Золотом И красные Лабутены Свои первые Да А Дон Жуан Там появляется В этом Костюме Потому что Это Театр Версали А как же Еще И все Понимают Намек Он Не смог Соединиться С одной Тут оказывается Какая-то Поселянка Она Ой Ваша Милость Начинает Ему произвести Какие-то Комплименты Не помню Точно По тексту И Дон Жуандер Говорит Ничтоже Сумняшися Давай Жениться А где Ждун Анна А где Возлюбленная Которая Плыла На корабле Становление Я Ничему Не буду Верен Это Не Тупая Дидактика А это Сама Жизнь И Поселянка Кричит Ой Прекрасно Я сейчас Позову своего Отца Или брата И мы Сейчас Женимся Беги Давай Беги Другая Поселянка Приходит Его Как куклу Начинает Вертеть Он Ей Говорит Давай Жениться Ой Я сейчас Позову Там Розы Прибегают Оба Это Один Из Юморных Сцен На Который Все Хохочет А это Философская Тема Она Одна вертит Налево Другая Вертит Направо Вы же Мне Обещали Жениться А я Не Отрицаю Вы же Мне Обещали Жениться А я Не Отрицаю Ваша Милость Любите Вы Хоть Чёрта Но Чего Вы Тащите Всех Под Венец А Он Говорит А я Не Могу Врать Ну Вы же Бога Оскорбляете Вы Ждаете Обед А я Не Могу Врать Ваша Антон Жуан И есть Природа Он Говорит Ты знаешь Я верю В то Что Дважды Двадцать Четыре А Так Ваш Бог Арифметика Все Очень Сложно И с Намеком И он Не Врет Никому И Поэтому На него Бог Обрушивает Каменного Гостя Потому Что Здесь Воплощается Очень Важная Проблема Которую Поднимал Еще Блаженный Августин То Текст Школьный Который Мольер Читал Это Круг Его Чтения Это Исповедь Блаженного Августина Где Блаженный Августин Рассуждает На Тему В чем Природа Зла Если Бог Все Благие И создал Этот Мир Во благо Откуда Берется Зло И Августин Отвечает Это Самостоятельность Природы Она Вышла Из Под Контроля Бога И Природа Есть Природа Зла И Поэтому Дон Жуан Соответствует Самому Процессу Становления Без которого Природы Быть Не Может И Тут Конфликт Не Просто Дон Жуана И Обиженного Командора Это Это Конфликт Между Богом И Природой Который Поднимает Сразу Тема Добра И Зла Которая Потом Улейбница Поплотится В те Одицеи И Поэтому Великий Моцарт Делает Из Этой Сцены Великую Трагедию И Звучит Это Все В Опере Вот Вам Дон Жуан А потом Дон Жуан Перейдет В Евгения Негина А потом Возникнет Поэма Байрона Дон Жуан Первый Роман В стихах А потом Этот Дон Жуан Будет Бродить По Мировой Литературе Как Не просто Развратник Это Вот это И есть Из Разряда Общего Развития Пошлого Прочтения Текста Против Чего Я и Выступаю А превратиться Вот В эту Сложное Противоречие Которое Мы до сих Пор Испытываем Где Границы Познания Природы Все ли Нам Дано Познавать Мы Должны Поклоняться Природе Где Корни Зла Как Соединить В себе Например Ведь Природа Это Изучение Науки Наука Вся Это Дневник Природы Это Эксперименты Ради Того Чтобы Познять Законы Природы А Бог А где Предел Познания А есть Ли А это Противоречие Это Дон Жуанов Противоречие Сейчас В мире В современном Вот Где мы С вами Обитаем Больше Каких героев Гамлетовских Фаустовских Дон Жуановских Вообще Под Под знаком Какого героя Сейчас движется Я понял Ваш вопрос Это Великая Книга Мюзеля Человек Без Свойств Сейчас Героем Является Человек Без Свойств То есть Application People Который Действительно Массовый Которого Больше Всего Которого Вы мне Предлагаете Образовывать А как Можно Образовывать Пустоту Это Человек Пустоты У которого Нет Своих Свойств Посмотрите Что происходит В современной Политике Это все Люди Без Свойств Вот Которым Аппликацию Как на Дверь Холодильника Приклеили 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 И они Живут По Этим Правилам У них Нет Никакой Самостоятельности У них Нет Никаких Принципов Они Готовы Обуваться Разуваться Только Лишь Из-за Своих Шкурнических Интересов Они Так Хайп Вы Посмотрите Эта Идея Человека Без Свойств Довело До Того Что Вспомните Фильм Плотовство Или Когда Хвост Виляет Собакой Можно Придумать Войну Война Не Существует Без Прессы Война Не Существует Без СМИ Это Еще Великий Кубрик Отметил В Цельнометаллических Жакетах Когда Он Показывает Как Войну Снимают И Только Четолетней Войне Или Даже В Первой Мировой И Даже Во Второй Мировой Потому что Там Все Кадры Постановочные Во Второй Мировой Об этом Фильм Тарантино Бесславные Ублюдки Кто Этого Не Понял Тот Не Понял Самой Интенции Этой Картины Потому что Война Войной А она У Тарантино Существует В снятой Пленке Поэтому Гитлера Там Убивает Потому что Сжигает Кинопленку То есть Сжигает Его Хронику Значит Его Нет Его Нет В памяти Значит Его Никогда Не Было Там Такая Интенция Это Все Не Так Просто Тарантино Великий Художник Вот Вот вам Такая Картинка А Сейчас Мы Больше Воюем Мы Сейчас Кибер Война Мы Сейчас Больше Воюем В Интернете Мы Сейчас Больше Воюем В цифре У нас Там Все Войска Мы Повлиять Так На Мозги Что Уже Реально Никто Воевать Не Захочет Мы Можем Так Это Все Аппликейшн Пипл Или Человек Бессвойств Великий Роман Если Мы Можем Повлиять На Мозги Так Что Никто Воевать Не Захочет Почему Мы Этого Не Сделаем А Потому Что Кто Захочет Повлиять Наоборот Потому Что Это Кибервойна Потому Что Мира Сего Сила Которых В манипуляции Сознанием Мнением Прочего Через СМИ Сражаются За мнение Неценное Но В массе Своей А разве Не так Апликейшн Пипл Я просто хочу Подытожить И Этим Людям Апликации Кто Их Выведет Из Условно Говоря Из Рабства Египетского Книга Потому Что Книга И ее Чтение Есть Приближение К смыслу Но Как Сказал Профессор Приобреженский Не читайте Советских Газет Не читайте Плохих Книг Как Говорит Профессор Чельнигов Не читайте Глупых Книг Не Общайтесь С глупыми Людьми Не смотрите Глупые Фильмы А умные Смотрите А умные Читайте Смотрите И прочее Так это же Звучит Как Тони Робинс Чтобы быть Успешным Постарайтесь Придерживаться Успеха Не В коем Случай Умная Книга Не ведет Вас К успеху Умная Книга Ведет Вас К тому Что вы Перестаете Быть Человеком Без свойств Или Апликейшн Но в море Книг Человеку Нужен Маяк И ориентир А вы Таким Ориентиром Быть не хотите Вы Вот вы Меня Призываете Их Образовывать А я Такой Ну Сами Образуются Когда я говорю Сами Образовывайтесь Это на самом Деле Принцип Лучшей Педагогики Учитель Это тот Который Апеллирует К самостоятельности Ученика А не Вкладывает Ему Как по ЕГЭ Готовое Решение Задач Это провокация Образования А не Образование В советской Школе Учили думать И учили Самим Добывать Знания А не так Подставь галочку И все Будет в порядке И мы Готовим Учителей Детей Сейчас По принципу 90-летнего старца Который Чтобы Чего-то Не забыть Должен поставить Галочку В кроссворде Отучая их Думать Но Старик Это делает Для того Чтобы не потерять Последние Когнитивные Функции А дети У них Эти функции Даже не Развиты Их Надо Развивать Вы Сказали Я вам скажу Меняйте Всю систему Образования Посылайте К чертовой Матери Это ЕГЭ Убирайте Это так называемое Утилитарное Образование Выучишься Будешь много денег Зарабатывать А зачем Много денег Зарабатывать Потому что Еще больше денег Зарабатывать А зачем Еще больше денег Это прям Как у Диккенса Домби и сын Чтобы еще Больше денег Папа А зачем Не знаю Чтобы еще Больше денег Ну дебил же Ну это Алгоритм Вышедший Из-под Калмы Это сумасшествие Денежная Наэросеть Это сумасшествие Потому что Не отвечает На самый главный Вопрос Зачем Я как-то Поспорил Своим богатым Другом Он разбогател И все время Говорит Надо заниматься Бизнесом Надо вашим Детям заниматься Бизнесом Вот я Занимаюсь Бизнесом Я говорю Не буду Называть его Имени Вы счастливый Он притух Сразу Потому что У него В семье Полный Раскардак Я говорю Дорогой мой Деньги Вас не сделали Счастливыми А счастье Есть Самая главная Цель В жизни Человека Значит Вы Не достигли Архетипа По юнгу Самости О чем Вы говорите Вы прям Как Троцкий Говорю Движение Все Цель Ничто Вы прям Революционер Говорю Какой-то Ну как бы В целях Сложно разобраться Поддерживать Ради цели Только и делается Человек Отличается От собачки Тем Что у него Есть цель Цели Полагания И ради Этой цели Он трудится Но цель Может быть Очень сомнительная Цель Которая Будучи Пустой Делает Еще больше Пустоты Ведь вы Заметьте Чтобы зарабатывать Много денег Ведь мы же Сейчас понимаем Что чем дальше Тем деньги Все больше И больше Превращаются В нарезанную Бумагу Это фикция В мире Постиндустриальной Экономики Да А вам не кажется Что уже Начинает Какой-то Могильный Ветерок Поддувать И шевелить Наши Виски Вам не кажется Что уже К этому скоро Кирдык придет Вот Только ленивый Не говорит О том Что Вот Это накопление Капитала Скоро превратится В ничто И тогда Ваша Атлант Расправил плечи Будет Манком В какую-то Безду И не более того Вам не кажется Что то Что то Меняется Что так называемый Спекулятивный Капитал Трещит Пошла Спекулятивный Капитал Происходит От Некоторой Расхоложенности Души На мой взгляд Да Есть люди Для которых Сама Возможности Есть цель Вам не кажется Что это кризис Что мы На самом деле После ковида После того Что сейчас происходит Мы вступили По-настоящему В 21 век Мы до этого До 20 года Доигрывали 20 век Как например В 19 веке В начале 20 века Доигрывали 19 век До 1918 года Когда Закончилась Первая мировая война И после 1918 года Да у нас 2020 Начался Настоящий 20 век А до этого Был 19 Ну Вы знаете Мне кажется Что Сейчас Сейчас Ведутся Битвы 19 века Нет Это 20 век Доигрывает себя Начнется Век О котором Мы ничего Не знаем Начнется Рождение Новой Парадигмы Пусть так Но это еще Предстоит Ну вот сейчас Происходит Мы живем В эпоху перемен Мы живем В очень сложную эпоху Она еще до нас Не дошла Но она уже Чувствуется Потому что Будет меняться Это старая Потому что Опять таки К Дон Жуану Ничего Не является Без изменений Все полно Изменений И вот сейчас Эти изменения Свершаются Мы их результаты Не знаем Мы держимся Еще за старое Мы привыкли К старому А старого Уже не будет А и внимание Тогда давайте Перед паузой Такой вопрос Вот все-таки Я хочу Чтобы мы на эту тему Поговорили Вот это эпоха перемен И какой герой Ну все же хотят Влиять Эпоха перемен Я хочу Вот чтобы было так Вы хотите Чтобы было так Может быть Мы хотим Чтобы было По-хорошему По-доброму По-мирному Без смертей Прочее Прочее Но способны ли мы Повлиять Не знаю Мы поговорить Способны А повлиять Ну нет А какой герой Вот Фауст Мефистофель Гамлет Дон Кихот Какими должны быть люди На каких героев Они должны быть похожи Мы доигрываем сейчас Человека без свойств Все-таки Они должны Перестать такими быть Мы доигрываем Я не знаю Я не рассуждаю В модальности Долженствования Должно Я кто я такой Я бог саваоф что ли Я мудрец что ли Я просто читаю книжки И рассуждаю Я не знаю Герой еще не родился Мы доиграли Человека без свойств Мы доиграли Потому что человек без свойств Это человек инстаграм Человек без свойств Это человек интернета Это человек СМИ Это пустышка, которая ничего из себя не значит, как сказал Пастернак, позорно ничего не знача, быть причиной на устах у всех. Уже давно не позорно. Уже давно это стало трендом, мейнстримом. Очень хорошо, ничего не знача, быть причиной на устах у всех. Как сейчас это принято? Монетизируй свою популярность. Она чем и на основу? Что ты из себя представляешь? Не задавай лишних вопросов. Они никому не нужны. Это и есть человек без свойств. Application people. Вот чего ему навязали, чего они требуют, он этому и действует. Понимаете? Мы с этим героем уже расстаемся. Новый нерожденный герой встанет в пятерку, да, вот этих. Потом будет все совсем другой. Какой-то другой будет. Какой-то другой будет. Мы не знаем какой. Эти-то остались в классической литературе. Эти себя проявили и разыграли в полной мере. Причем разыграть это в полной мере, пока помогли им гении высшего порядка. Мольер, Моцарт, Пушкин. У него тоже есть дом Гуан. И не только Евгений Онегин. Байрон, Шекспир, Сервантес и так далее. А они разыграны великими людьми, которые показали всю перспективу своих собственных открытий. Гений Мюзеля, всем советую, возьмите. Дайте себе труд, мои дорогие. Потому что эта книжка вам не Дина Рубина. Дина Рубин это билетристка. Таких много. И будет еще очень много. А Мюзель, он один. Если хотите чуть-чуть разобраться в том, что это за герой «Человек без свойств», прочтите его книжку «Человек без свойств». Она была лет 10 назад переиздана. Ее можно купить, ее можно скачать, в конце концов. Может, даже есть аудиокнига. Но попробуйте залезть в этот текст. Это великий текст. И вы увидите, как он отражает нас, наше время. Он был абсолютно непопулярен. Его не издавали тысячными, миллионными тиражами. Его потом вспомнили. Когда пришло время понять, что мы живем по этой книге. «Человек без свойств». Это одна из особенностей великих книг. Стоять на полке и молчать, пока не наступит время ее, этой книги, выхода на сцену. Вот тогда бум, все происходит. Тогда вдруг понимают, мы такое дерьмо читали, а тут такая была книга. Такое бывает. Переоценка бывает. И часто бывает. Так вот, прочтите. Но что-то другое явится. Что мы не знаем. Мы живем в эпоху перемен. Рождается, да, с кровью, да, с болью, да, с невероятными страданиями. Это отрицать невозможно. Новый мир. Вот как хотите к этому относитесь. Но это будет другая реальность. Которая родит другого героя. Я только могу высказать пожелание. Не дай бог, чтобы это был какой-нибудь монстр. Потому что были периоды в истории человечества, когда и монстров любили. Человек слишком широк, как сказал Дмитрий Карамазов. Я бы сузил. Сейчас тот период, когда любят монстра. Но монстр, он привлекателен. Посмотрите, вот какой ренессанс испытывает, например, Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Который так ненавидит Дима Быков. Но я думаю, здесь у него какие-то комплексы неполноценности. А кто в «Мастере и Маргарите» подлинный монстр? Он монстр все-таки. Воланд. Разве не обывательщина, с которой они сражаются? Воланд. Воланд. Он обывателя использует там. Обыватель им манипулирует. Это его слуги. А в чем зло Воланда в романе «Мастер и Маргарита»? Что он делает подлинно плохого? Подлинно плохого он уже делает то, что он дьявол. Ну, он заложник себя, он такой. Ну, он дьявол, но есть воплощение зла. И там он еще подлинно плохого делает, что он, во-первых, очаровывает собой читателя. Подлинно плохого он делает то, что он является лучшим другом двух главных героев. Писателя, причем писателя исключительного, и его возлюбленного, превращая Маргариту в ведьму. Он много чего там нехорошего делает. Очень много чего нехорошего делает. Но ведь принято как? Я о другом. Вы посмотрите, как любят этот роман. Я тут водил экскурсию, вы не представляете. Читал здесь лекции, она самая популярная. Людей эта тема волнует. Она их очаровывает. А очарование зла, мои дорогие, вещь опасная. Потому что зло обладает отрицательным обаянием. И вот это отрицательное обаяние привлекает современного человека, как свеча мотылька. Только мотылек с опаленными крыльями окажется. У зла есть обаяние. И то, что этот симптом безумной популярности этого романа, это о многом говорит. Это уже вопрос для социопсихологов. Вы не представляете, какие толпы собирают экскурсоводы на патриарших прудах. У меня вообще создается ощущение, что масса российских людей ничего вообще не читала, кроме мастера Маргариты. Потому что это какой-то отзвук в душе. Отзвук в душе. И даже с этим ничего не может поделать официальная церковь. Как бы они ни писали, например, статья Дунаева, критические статьи, люди, даже ходя в церковь и ставя свечки, зачитываются мастерам Маргариты. Ну, первый вопрос, а что тут такого? Почему нельзя быть верующим человеком? Это я к тому, что может быть из этой безумной популярности найти некоторые ростки будущего героя. Если этот герой вырастет из Воланда, вот это и есть то, о чем я говорил, монструозность. Но он может также и из мастера вырасти. Ну, почему нет? Нет, по-вашему. В романе главным героем является не мастер. Воланда. Может, он из Маргариты вырастет, потому что феминизм, потому что... А Маргарита там целует ему колено. Потому что она решает. Целует ему колено. Ни хрена она там... Но у нее есть план. Ни хрена она там ничего не решает без его помощи. Он там все вертит. Но... Ничего бы с ним. Они даже бы не соединились. Они там увидели друг друга. Кто их потом бросает в этот подвал? Он. Куда приходит Изозелла? К ним. Куда он их убирает? Все Волан делает. Это Волан оказывается в Ершалаиме и видит Ешуа. Это Волан всюду и везде. Это Волан наделен вот этим мандатом неба. Он наделен мандатом неба. Он спрашивает у неба. Но у него есть мандат на действие. Как у сталинского комиссара. Так в этом-то и... Мне кажется и секрет популярности. Ты через такого Воланда объясняешь. Он ему делегировал творить зло. Я говорю о другом. Я удивляюсь тому, почему этот роман обладает такой безумной популярностью. Значит, он удовлетворяет каким-то скрытым ожиданием массового читателя. Мне кажется, я могу предвосхитить. Симпатично, на мой взгляд, там то, что злыми методами можно творить добро. Наказать варенуху. Наказать прочих. Понимаете, какая вещь? Это обманка. И это вещичка, давно известная в мировой культуре. Это называется диалектика добра и зла, на которой строится вся романтическая эстетика. А романтизм, чтобы вам было ясно, для него, как пишет Лотман, для романтизма главным героем является дьявол. Я вас поздравляю с этим. Романтизм все, всегда поклоняются дьяволу. Это особенность романтизма. Я с одной учителькой из Астрахани поспорил. Она все пыталась, дурочка, мне доказать, что это не так. Истеричкам верить нельзя. Это диагноз. Они от дьявола? Они? Они, это, знаете, как у Лермонтова, без руля и без витрил. Быть во всех направлениях и сразу. Без руля и без витрил. Это та стихия, которая не знает. Это жуткая стихия. Жуткая. Я шел преподавать Кольке вообще за гроши, за бесплатно. Я преподавал там в субботу. У меня не было ни одного выходного дня. Но я прекрасно понимал, что если Колька меня не увидит там на уроке, я потеряю его. Потому что он может улизнуть, уйти в любую хрень. Потому что именно отец и голос отца воспитывают в этом образе больше в возрасте, чем что бы то ни было. Мне плевать было, что мне там не платят. Мне плевать было, что я был устал до нельзя. Я ехал туда ради сына. Но никогда не забуду 19 января 2000 года, когда я впервые вышел в класс Кольки. Весь зал, а это элитарная школа была. Там учился сын Элик Первого, там учился внук Примакова. В разное время я их всех учил. Там учился внук Ельцин. Там много кто учился. Такая элитарная школа английская. Рядом с Кисловском переулке напротив Театра Маяковского и рядом с Консерваторией. Я специально его туда перевел из обычной вот этой халабуды нашей местной. И пошел туда преподавать. Из-за этого только его взяли. Я никогда не забуду этот день 19-го, говоря. Потому что я тогда впервые вышел и выложился по полной. Потому что я видел с каким даже не цинизм, а с каким пренебрежением эти богатые дети думали «А, у тебя отец учитель!» А тогда же была идея, что мы оказываем образовательные услуги. Мы не учим. И вот там сидели разные дети. Разных социальных слоев. Колька приезжал из спального района. Он там как был ну если не изгоем, Колька не позволит себе быть. Ну, что-то такое как замарашка. И я видел, как Колька переживал, что сделает отец. его там похоронят. И мне надо было переломить этот класс. Для меня было самое главное. Во-первых, взять этот класс. Я его взял. Там муха. Слышно было, как летает. Увидеть глаза Николая, как он вообще оглядывается на всех. А потом, когда мы встретились с ним на кухне нашей малогабаритной квартирки в спальном районе, я увидел, как он подсаживается ко мне совершенно в другом, другой пластикой. Он смотрит на меня с опаской, то, что он увидел другую ипостась отца. Не того, который по квартире ходит в трусах, а другую ипостась отца. И вот первая фраза, которую я запомнил на всю жизнь. Ты ребятам очень понравился. Я понял, что я заложил в него жизненный сценарий. Это очень хорошая история. Это хорошая история. Это то, что в дальнейшем, поверьте мне, я знаю, чем он говорит, спасет Кольку от таких зигзагов любой бы другой сверхнутся бы с его-то страстями на раз, два, три. Это просто его спасло. Потому что в этом своем выступлении я дал ему проблеск смысла. Ну, тут, знаете, у него, конечно, надо спросить, я с ним тут беседовал, он очень такой самодостаточный и, действительно, такой глубокий человек, яркий. Не знаю, какая у него трактовка будет вот на это. Ну, он помнит это, он помнит это, потому что это для него было открытие новой ипостаси отца. Он помнит это, и он, это для него был шок, как и для меня. Но я понимал, что я выхожу на арену к диким зверям, что если я сейчас этот гребаный классик развращенный не возьму, а он был прямо развращенный? Ну, там, ну, дети, подростки, подростки. Я не буду пересказывать вам, кто там сидел в этом классе, что за бэкграунд был. Там были дома, где автоматчики стояли в каждой комнате. Ну, я не буду вам пересказывать. Эта школка была непростая. Вот, вот, совсем элитарная, элитарная. Вот. И вот этих всех взять, чтобы они перестали относиться к учителю, как к слуге, к гувернеру, который оказывает им образовательные услуги, чтобы у них еще не испорченных до конца людей зажегся какой-то интерес, и чтобы у Кольки родилась гордость за отца. Это дорогого стоило. Это абсолютно да. Это так, я согласен. Это так. А классик очень непростой был. Я помню, я как-то задержал один класс Колькин чуть пораньше. Мы смотрели фильм Ромео Джульетта, я рассказывал на Шекспере. А в это время у одного мальчика, Максима, с которым Колька дружил, сосед в коммунальной квартире, мать у него жила в центре, она была режиссером. Убил мать и бабушку, и себя убил. Он ветеран-афганец, у него военный синдром, и он решил, что эти две женщины его враги. Взял двухстволку и убил и себя. Макс приходит, а он сирота. В один миг. А если бы я его не задержал на том уроке, школка, не было бы и Макс. Он почернел в один миг, но школа гениально поступила. Гениально. Это вот прям его тут же усыновили, чтобы он продолжал учиться. даже с этой травмой. И вот тут же усыновили. Кто-то из родителей этой школы. Это потрясающе. Это потрясающе. И вот тут же усыновили. Появились вопросы, как мы тут шутили в перерыве. Друзья, не будьте людьми без свойств, задавайте вопросы. Вдруг вы решили, что нам не интересно. И так с вами побеседовать, конечно же, интересно. Нам нужны ваши вопросы. Вот два появилось, я надеюсь, их будет больше. Такая мысль у меня в процессе тоже появлялась. Предположим, это Ирина Никитенко, спасибо за вопрос, что преобладающий даже единственный тип современности человек без свойств. Допустим, это так, но разве можно утверждать, что в предыдущей эпохе были все Гамлеты или все Дон Кихоты. Там ведь тоже, судя по всему, преобладал человек без свойств, типичный для того времени, а на его фоне появлялись отдельные микро-звездочки. Вот тут два Гамлета, три Дон Кихота, четыре Дон Жуана. Ведь так же это было? Отвечая на этот вопрос, скажу вам, посмотрите выпускные сочинения царской гимназии, посмотрите, как формируются, формулируются эти выпускные сочинения, а потом применить их на себя. Вы, заканчивая среднее образование царской гимназии, могли бы написать хотя бы одно сочинение на поставленную тему. Я, когда как-то путешествовал по Суздалю, зашел там в баклинистический магазин и купил очень интересную методичку для царской гимназии. Я ее до сих пор храню. Она была посвящена тому, чем отличается язык древнегреческий или ады от Одиссея. И учитель гимназии, то есть среднее образование, апеллируя к знанию греческого языка своих студиозов, школьников, это среднее образование, чтобы вам было понятно, говорил, чем отличается, в какой лексике, в каких предложениях. Это мог сделать человек без свойств? Ну, не мог, но это все равно было элитарное образование, там, условно говоря, какая-то часть имела сверххорошее образование. гимназии, к революции, там упала планка социального происхождения. Например, мой, может быть, я громко скажу, но мой заочный учитель, потому что я с большим вниманием читал его труды, Алексей Федорович Лосев, был из простых казаков. Он закончил царскую гимназию. Он из простых казаков. Он был двухметровый, у него все предки были оттуда, если не ошибаюсь, это Новочеркасск. И потом он приехал уже поступать в университет московский. А уж когда человек заканчивал университет, то сейчас не все академики обладают такими знаниями, которыми заканчивал выпускник университета. Вы представьте себе, какие и сейчас убогие диссертации, кандидатские, даже докторские, защищаются. Это я вам точно скажу, я во многих ученых советах заседал. И даже если вы 30 или 40 лет назад возьмете, это совершенно другой уровень. Сейчас кандидатская диссертация это на уровне реферата 70-х годов. Сейчас это уже диссертация. Мама дорогая, уж поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. А уж тогда там совершенно другой был уровень. Совершенно другой был уровень. А типаж необразованного человека, вот допустим во времена Дон Кихота, он был какой? А он вообще был безграмотный. Ну то есть с него и спроса нет. Нет, не в этом дело. Вот мы возьмем Санчо Панса, он безграмотный. Вот типаж необразованного человека. А вы посмотрите, сколько афоризмов, какая мудрость. Дело в том, что у крестьян была своя культура. И эта культура, пусть даже она не письменная была, она была очень глубокой, потому что там были свои культурные коды. Я как-то путешествую по Перми зашел в музей крестьянской культуры. Там пересечение реки Новочасовой и не помню какой-то еще на острове это находится. Природа безумная. И там был очень хороший экскурсовод, который поводил нас по музею крестьянской культуры. У меня по тому, как он подробно рассказывал о всех ритуалах, обрядах, о том, как было устроено крестьянское жилище, показывая это на примере, у меня было ощущение, что меня водят по дворянской усадьбе, потому что они, будучи безграмотными, были людьми культуры. Потому что необязательная культура может проявляться только в письменном виде. И в устном народном творчестве это основа любой литературы. Ведь гомер это устное народное творчество. А это основа всей литературы. Поэтому они не были лохами. Безграмотный, не владеющий культурой письма, письменной речью не означает. Но усваивающие коды поведения своего сословия. Потому что каждое сословие в Российской империи обладало своим культурным кодом. Именно по этой причине были писатели, которых больше всего интересовало крестьянство. Были драматурги, островских, которых больше всего интересовало сословие купцов, и там своя была культура. Были писатели, которых больше всего интересовало дворянство, высший свет или разночинцы. и каждая из этих социальных областей обладала своей неповторимой культурой. Потом, что такое технарии эпохи царизма? Это так называемое реальное училище. Но, извините, меня реальное училище закончил Алексей Николаевич Толстой, автор «Хождение по мукам», Петр Первый и так далее. Он реальное училище закончил. Потому что для реального училища писалась полновесная гуманитарная программа. Книжка, которую вы все сейчас можете держать в руках Николай Альбертович «Кун. Легенда и мифы Древней Греции». Кун написал для реальных училищ, чтобы будущие строители мостов, архитекторы имели представление о том, что такое античная культура. И, кстати, сказать анекдот любимый мной. Николай Альбертович писал этот учебник, который стал мировым. У нас в России точно абсолютный бестселлер, который существует больше ста лет. Ни один автор и ни одна авторица не может похвалиться такими тиражами. Он писал это в Швейцарии в одной гостинице по преданию вместе с Лениным. И они, как два россиянина, встретились в холле этой гостиницы. И Ленин поинтересовался у Николая Альбертовича Куна, который потом преподавал в Ифли, Институт фирософии, литературы и истории. Великий был институт. Вот. Он там преподавал античную литературу, был глубочайшим знатоком античной классики. Лосев Лосев был там не единственный. Там был и Ярхо, там много кого было. Сейчас я вспомню. Рацик. Гениальный знаток греческой культуры и римской. А я потом учил его правнука в Гитре. Я его спрашиваю, ты однофамилец знаменитого ученого? Говорю, да. Я говорю, а ты что-нибудь знаешь? Говорю, да нахрена мне это надо. Я звукорежиссер. Все понятно? У такого деда, у такого деда, такая традиция. Он еще пришел из 19 века. Ну как он впитывает культурные коды своего римского сусловия? А вы знаете, что до сих пор издаются учебники Рацико? И они до сих пор рекомендованы в высшей школе. Прекрасно. Как учебник Тронского. До сих пор рекомендован. Там была целая школа этих ученых. Если вы почитаете старые учебники по истории мировой литературы, чтобы не поддаваться глупостям самозванцев. Тут же как никогда не знаешь. Ну вот он не пошел по стопам своего предка. Я там учил и про правнука Рахманинова. Мы его спрашиваем при поступлении. А он как с ним дела? Ты имеешь отношение к Рахманиному? Да, по отцовской линии. Я говорю, ну а как? Он поступал на звукорежиссуру. Ну а как у тебя с музыкой? Да, хреначо на барабане немножко. Музыка не поспоришь. Вот вам ответ. Вот вам ответ. Музыка не поспоришь. Где человек application people, а где культура. Вот вам и ответ. Это я вам взял продолжение семьи с корнями, со знанием. А вы знаете, что делал внук Ландау, Гришка? Так. Ландау. Так. Я его учил. Безумно талантливый парень. Я говорю, Гришка, а что ты пошел в такой убогий институт, как Гиттер? Он действительно убогий. Он сказал, а мама меня спросила. А мама у нее доктор налог. А мама меня спросила, Гриша, что ты будешь делать, когда закончишь школу? Я ей откровенно сказал, кататься на велосипеде, больше ничего не хочу. И она меня определила в Гиттер, чтобы я стал спортивным журналистом. Ну, вы понимаете, какой парень? Я до сих пор вспоминаю о нем с восхищением. Он весь переломан был. Он на этом велосипеде ломал себе все. Он ничего другого не знал. На BMX. Он при этом говорил, ну, у меня в семье все умные, это я один дурак такой. Ну, на самом деле не был такого. А когда мы с ним монтировали один фильм, он сразу уловил суть монтажа. И уже когда я ему давал совет, вот это, вот с этим, вот это, вот это, вот это, он говорит, все, Евгений позаждите, я все понял. И так смонтировал. Я говорю, Гришка, да ты же свою голову, ты береги голову, когда будешь прыгать на велике-то. У тебя же талант, ты же должен это развивать, а не прыжки на самокате или там велосипеде и так далее. Вот я знаком с этими представителями молодой порослью великих семейств России. Чуть-чуть знаком. Вот я вам перечислил. Но они, то, что вы описываете, это, они имеют свойства, это люди со свойствами. Они не совсем, они запутаны. Они чаще всего ничего не читают, они находятся как раз, вот вы правильно сказали, в этом мейнстриме, а нахрена? Когда надо жить по комфорту. А, вот они в мейнстриме, а вы что им предлагаете взамен мейнстрима? Я им предлагал сделать с людьми культуры. Вот с Гришкой у меня чуть-чуть получилось, но у нас просто было мало времени для общения. У нас было время для общения один год. А я бы с Гришкой кое-что сделал. Но, потому что он был готовая почва. А, вот смотрите, вы предлагали им стать людьми культуры, но какой культуры? Той, которой вы сами являетесь представителем, и хорошо ли это, если бы вы что-то из него сделали? Может быть, он был бы лучше самобытен? Это его путь-то ведь не окончен? Может быть, он будет кем-то, посмотрев на него, вы восхититесь и скажете, что ты... Тезаурус никому не вредил. Чем бы человек не вредил? Это верно. Тезаурус, а ему давал только Тезаурус, никому не вредил. Философское осмысление жизни не вредило никому, а отсутствие его делало человека дураком. Даже если он профессионал в какой-то узкой сфере. То есть, вот им не хватало этой базы, базы гуманитарного знания. Конечно. А отсутствие ее очень быстро человека делает дураком, потому что у него нет ориентиров, у него нет цели, полагания. Он не знает, зачем он это делает, для чего он это делает. Это как мой приятель, который хотел только быть бизнесменом, а вдруг понял потом, что он как-то старуха у разбитого корыта. И сейчас, так сказать, пишет книги. То есть, все равно пришел к созиданию гуманитарного знания. Уже не за деньги, они не приносят ему доходы, но он вот в этом видит оправдание того, что он все-таки не все, извините за грубость, просрать успел. А он стал хорошим писателем? Ну, он талантливый человек, он не писатель, он пишет об искусстве, он пишет о картине. Он талантливый человек, у него легкое перо, он глубокий человек, он до этого маразма с бизнесом был прекрасный корреспондент ТАСС. Потом ушел, потом стал зарабатывать, потом все, ради чего он это делал. Это был душевный кризис или это был... Это был всякий кризис, не буду давать подробностей. Вопрос вот в жилу предыдущему. Свойства это ведь не только образование. те самые свойства человека. Свойства это ценности впитывают везде. Это ценности. А ценности вырабатываются ну, вот как хотите, только через чтение умных книг. Потому что книги умные, да, они уже написаны кем-то, кто достиг этого уровня свойств. Они написаны, великие книги, людьми со свойствами, то есть с качествами, то есть с определенной ценностной структурой. Важно ли человеку заново изобрести свой велосипед и зайти на ту гору, на которую кто-то уже всходил? Или нет? Есть такое понятие, и это тоже обывательская глупость, это так называемые сенсоры или живет по чуйке. Я знаю таких идиотов, которые приходят в галерею и говорят, ой, как этот художник дыню нарисовал, ой, какая дыня. Рядом Альдольфер, бой Дария с Александром Македонским. Это шедевр, изменивший многое в истории живописи. Любимая картина Наполеона. Какая нахрен дыня? Ты пропускаешь шедевр, потому что тебе по твоему чую дыня понравилась. Вот это никуда дорога. А почему вы ей запрещаете, ну, в этом же есть некоторое навязывание любви? Ни в коем случае. Ничего не навязываю. Я просто напрасно напрягался, пытался эту самоуверенную хрень привести хоть к какому-то смыслу. Вот если бы ей чуть-чуть какую-то прививку культуры сделать, и не на уровне общего развития дыню хорошо изображена, то, может быть, она бы и детям что могла дать? И внукам, и внучке? А то мажоры какие-то убогие растут. А как на ваш взгляд с человеком, который не обладает вашего уровня глубиной понимания искусства, его до этого уровня подтянули? Подождите, я ведь родился не в семье Ландау, Рацига и Рахманинова. Я делал себя сам. Принцип один, о котором говорил Чехов, покапливай жимать из себя раба. Просто понимать, что ты родился для того, чтобы хоть какому-то смыслу приблизиться своего существования. А это означает читать, потому что чтение это не просто перелистывание книг, а чтение это проникновение в скрытый смысл, потому что каждая книга это код. Помимо этого, как пишет Ницше, мир окружающий нас представляет из себя текст. Если ты научился глубоко считывать тексты, для тебя и красоты природы будут другими. Вот эти мои приятели, которые дыней любуются, они ездят по Испании идиоты по горам. Потом на каком-то этапе говорят, что-то все горы одинаковые. Я думаю, идиоты, а почему мы не поехали в Ла-Манчо? А почему мы не поехали по другим важным местам? Почему мы не остановились дольше в Толедо? Почему? На вопрос, а вот там в церкви святого Фомы висит картина Эль-Грека похороны графа Аргаса. Ответ, а почем ее знаю? Может и висит. Ну, у него вот нету просто этого. Они горы воспринимают через желудок. Может ли такой человек наесться, условно говоря, своих дынь и начать интересоваться? Нет, не может. Он уверен, что все искусство создано только лишь для того, чтобы радовать его чуйку. У него чуйка. Ну, это просто такая какая-то обреченность. одни люди благодаря воле судеб рождаются элитариями, а другие нет. И все, и так и живут. Эти досаждают. Бог с ними, пусть живут. Бог с ними, пусть живут. Их всегда было много, и Бог с ними, их не надо трогать. Я говорю, я уже цитировал Жванецкого, запах он чем хорош? Не нравится, отойди. Бог с ними. Мы говорим о тем, кто может что-то, какой-то шаг сделать к этому. А тем, кто ничего этого не сможет, и для него дыня, и есть высшее произведение искусства. Кстати, сказать, муж ее когда-то был очень тонким знатоком кино. И он кино смотрел не по дыне. Это к тому, что как опасны эти люди, они токсичны. Из чувства комплекса неполноценности они будут атаковать все, что не укладывается в их мелкий примитивный мирок. И будут при этом эстетизировать, рассказывать про дыню и глаза. Есть вопрос этому посвященный. Пожалуйста. Что читать, понятно, что читать для общего развития. Вы говорите, что общего развития не существует. Люди согласны. Но что тогда читать с целью частного развития или более глубокого развития, если вот вы говорите про картины, да? Что читать человеку, который хочет постичь визуальное искусство? Что читать человеку, который хочет постичь, как постигать литературу? Вот я беру Гомера, я понимаю, что я его понять, наверное, не смогу. Как понять, как понять Гомера? Как понять, как понять? Прежде всего, как понять Гомера? Вы должны совершить над собой большое насилие. Потому что культура это всегда насилие. Потому что само слово культура заключает в себе смысл, коннотацию насилия. Потому что в переводе с латыни культура это обработанная плугом земля. Возделывание души. Возделывание земли значит души. А плуг это насилие над почвой. Почва и природа не нуждаются в плуге. Плуг это уже элемент культуры. Поэтому культура не дается без боя. Культура не дается по принципу чуйки. Надо прочитать самому Гомера. То есть, просто сесть, если вы будете считать учебники, вы ничего не поймете. Вы просто усвоите как бы это сказать схоластические знания. Может быть какие-то фразы запомните. И у вас кроме тяжелого остатка осадка ничего не останется. И вы сразу возмутитесь и скажете и нахрена мне это надо? Вот это все что там есть. Поэтому не по учебникам. Берете Илиаду в переводе Гнедича. Перевод Гнедича это не совсем русский язык. Это скорее всего церковно-славянский язык. Он очень тяжел для восприятия. Сначала можете взять легенды и мифы Древней Греции троянский цикл и начните читать пересказ Илиады с момента когда вам начнут описывать спор о Гомем на Носахилу. И читайте до похорон Гектор. Потому что дальше это уже не Гомер. А вот сама Илиада это всего 52 дня Троянской войны 10-го года. Это всего лишь эпизод длинной войны. А у Тронской вот простите у Куна дается весь текст пересказ для технарей. Вот. Но я что хотел когда вы отвечали я закончу мысль ведь мне просто кажется вы иногда звучите как такой бунтарь против ботинок 32-го размера потому что сами сейчас носите 45-й. Ну то есть вам не актуально? А я могу сказать что вот со мной что-то похожее на вот это духовное откровение да рост души и первый культурный ожог случилось от книги Счастливый Мурашкин это в раннем детстве Михаил Кононов а это ведь детская литература это не Гомер Ой неважно дело в том что ребенок он один раз испытал даже от детской книжки которая вроде бы не шедевр какое-то потрясение вы извините меня люди моего поколения испытывали настоящее потрясение от трех мушкетеров от графа Монте-Кристо от других книжек которые как бы вот все равно находятся в разряде детской литературы от того же Жюль Верна это не важно я например испытал потрясение от Беляева я понимаю цену Беляева я бы не не стал его сейчас перечитывать я испытал потрясение от романа машина времени Герберта Уэллса но главное чтобы было это духовное преображение и Жюль Верн и Герберт Уэллс не последние писатели уж они точно круче Димы Быкова вместе с Хартишвили вместе взятыми уж они точно круче как писатели чего бы эти писаки или сочинители не думали о себе уж точно круче хотя бы потому что они уже находятся на исторической полке а эти сочинители неизвестно доберутся они до нее или нет уйдет их время и все забудут ну история покажет ну я думаю забудут там не за что зацепиться так вот это самое и это тоже важно ребенок может зажечься от ерунды главное зажечься ну то есть и ерунда имеет право значит на существование потому что когда ребенок зажигается он раскачивает свою духовную структуру эта структура начинает меняться а изменение или становление опять Дон Жуан да это важный закон жизни надо все время меняться и не в худшую сторону а чтобы не в худшую сторону надо меняться по пути вот этого душевного ожога душевного преображения вам Пушкин что говорит над вымыслом слезами обольюсь вот это вот важнейший момент когда вы обливаетесь слезами по поводу какой-то странной сцены во многом выдуманной который не из вашей жизни а вы слез держать не можете вот это и есть преображение и в этот момент вы другой смотрите давайте тогда два вопроса давайте вернемся к теме секса я просто вспомнил там в начале был вопрос какой эротический роман вы назовете в качестве эталона подобного жанра литературы Лолита Лолита это великий роман это великий роман но мы в прошлый раз обсуждали и кино и книгу и мы говорили что он не совсем эротический но тем не менее продолжите мысль это эротический роман это немфетка как демон это у меня даже была лекция в левклассе на эту тему можете послушать Лолита великий роман да кстати великий роман где это если хотите сексуальность встроена в такой культурный контекст что на самом деле в ней в этой книге как это ни странно сейчас просто не время об этом рассуждать присутствует вся эстетика возрождения вот я пытался ее отразить в этой своей художественной книжке дух Меркурия то есть вот Евгений Викторович Жаринов написал художественную книгу на основе великой книги Лосева эстетика возрождения Буркарда и так далее я при излиху насытившись сладости книжной решил отразить это в своем художественном восприятии существует книжка называется дух Меркурия Евгения Жаринова и вы можете во-первых с ней ознакомиться во-вторых где-то в подкастах разобрать а романец этот как те кто читает читается легко ну вот вопрос кстати не читая Лосева и не зная кто такой стоит ли с этого начинать или без Лосева не подступаться начинайте с этого потому что я то хорошо изучил Лосева я его как в алхимическом тигле перевариваю в другую материю Лосев был бы не против не знаю я к своему учителю пусть заочному отношусь с величайшим пиететом я вообще я не знаю если бы мне удалось с ним встретиться и поговорить как моему студенческому другу Грише Зеленину из семьи Зелениных вот великих химиков вот я не знаю выдержал бы я пять минут общения с ним потому что извините меня я один опыт знаю когда я сидел в одной комнате с гением это я вам скажу ожог мощный если вы человек восприимчивый так это ли сделать последком или еще у нас еще 10 минут по плану есть давайте вот о чем поговорим мы обычно разговариваем и за кадром и мы записываем это для зрителей говорю кусочки диалогов потом в ютуб версии у нас выходят более полные беседы там много интересного и в частности кусочек попал вот уже в официальный эфир Евгений Викторович сказал что начал читать с Беляева и с Герберта Уэллса я с этого начал когда мне было ну лет 12 может быть даже 13 у многих моих друзей это прям вот может быть сугубо мой круг но там 90% начинания похожие с научной фантастики входят в мир чтения в мир вообще обогащения души и прочее значит фантастика не такая уж плохая дверь у меня лекция о научной фантастики я не знаю посоветуйте нам авторов я читал или нет но где-то я читал научная фантастика это великая литература потому что извините меня Станислав Лем Солярис это великий роман великий роман не случайно режиссер Тарковский пытается его экранизировать но по-своему да извините меня братья Стругацкие и их великие произведения которые экранизируют Герман трудно быть богом у меня есть в ютубе обсуждение этого фильма Германа недавно но проказ прошел в кинотеатре Октябрь и я в кинотеатре Октябрь можете поинтересоваться регулярно читая лекцию перед фильмом и потом обсуждая этот фильм с вопросами и ответами в прекрасном кинозале там билеты стоят 750 рублей что ли и так далее ради бога посмотрите расписание фильм с Евгением Жарином скоро будет показан выживут только любовники великая красота это два последних фильма перед отпуском вот и там мы обсуждали трудно быть богом и еще в ютубе ходит мое обсуждение крестного отца и как это сказать трудно быть богом это фантастика пикник на обочине и сталкер это пикник на обочине это великая фантастика и что еще взять вам из великой фантастики смотрите Айзи Казимов его знаменитые эпопеи основания это все очень серьезные книги возьмите Урсулу Легуин мою любимую писательницу я даже переводил ее и даже переписывался с ней коротко в начале 90-х годов она уже скончалась к сожалению у нее есть гениальный роман Левая рука тьмы это великий роман он получил сразу две премии Хьюго и Небула потом я все время говорю сейчас о китайском авторе Лю Синь кажется мы его цитировали мы приводили обложку книги у него трилогия целая это потрясающая литература тоже получил Хьюго и Небула для американской научной фантастики премии Хьюго и Небула это как бы это сказать это Нобель Нобелевская премия фантастики а они дали ее китайцу обычно они дают Хьюго и Небула только американским авторам а здесь вдруг китайцу дали это дорогого стоит и список можно продолжить у меня целая лекция по научной фантастике и по разным вариантам научной фантастики по истории научной фантастики Герберт Уэллс действительно создал ряд потрясающих произведений в частности Машины Времени на которые уже отреагировали и появились сиквелы научной Машины Времени и это тоже великая научная фантастика вообще американская научная фантастика 60-е это Клиффорд Саймок например город посмотрите заповедник гоблинов это например Рэй Брэдбери это и 451 градус по Фаренгейту и не только это Чикарская бездна это его потрясающие рассказы у нас даже на телевидении вместе с Игорем Волгиным я там принял участие там много было участников и мой много уважаемый такой специалист по Рэй Брэдберу как Бабенко и так далее мы обсуждали как раз 451 градус по Фаренгейту это и есть в Ютьюбе Канар Культура Игра в бисер Брэдбери и вы увидите что мы там наговорили по поводу этой самой научной фантастики называете много советских фантастов в меньшей степени британских американских Филипп Дик как вам? Филипп Дик Гарри Гаррисон Гарри Гаррисон сложнее у меня отношение Филипп Дик у него же своровало идею это самое Танюшка Толстая с его кисть она бессостенчиво это своровало она жила тогда в Америке инсайты инсайты о том откуда берут сюжеты да или это самое или сейчас еще Роберт Шекли Миры Роберта Шекли но есть книжка автор Гаков называется она Виток спирали она есть в интернете небольшая такая брошюрка он дает вам в этой книжке такой экскурс в историю научной фантастики и называет еще немало имен есть энциклопедия тоже под редакцией Гакова это один из наших крупнейших специалистов научной фантастики там вообще все мне очень нравится Теннет Ли тут еще вопрос как научная фантастика пересекается с фэнтези потому что это не совсем близкие жанры но в них есть очень много общего хотя фэнтези это не научная фантастика но у некоторых авторов дается микс этих жанров где научная фантастика перемежается с фэнтези есть такое например сейчас скажу как же ее ой сейчас не вспомню не вспомню забыл память подводит но сейчас через некоторое время зажжется лампочка и вспомнит а какое отношение есть культовый автор ну к Владиславу Крапивину какое у вас отношение я не читал поэтому не могу ничего вот это на самом деле удивительно потому что это целый такой ну не все не все успел почитать еще я еще раз говорю я многие еще полузабытые классические тексты не прочитал или не перечитал потому что я не могу все сразу охватить у меня просто физически ни времени нету ни сил и так далее но вот сейчас уеду отдыхать и там за три месяца начитаю чего-нибудь еще и поделюсь с вами то есть смотрите сколько мы авторов выдающихся по научной фантастике это правда да это целая литература некоторые да то есть осилить это друзья если вы задание на каникулы имен было достаточно каждый написал много и в общем-то даже каждый день еще есть уникальный жанр жанр ужаса хором есть такие выдающиеся писатели как Стивен Кинг Эдгар Алланпов вы назовете наверняка Эдгар Алланпов Крафт Брох там много авторов вот в древности то есть в эпоху романтизма это хоррор который возник под пером Митч Юрина Милимодский Талец Льюиса его знаменитый монах Бекфорд Ватак и так далее ведь этот жанр хоррора идет от романтизма романтики запустили жанр вообще идею вампиров запустил Байрон чтобы было ясно а потом уже Брэм Стокер вот так вот такая генеалогия я говорю я знаю о чем я говорю я вам не выскочка не самозванец я так сказать академический исследователь поэтому я начинаю с генезиса а не с того нравится не нравится да мне это нравится а это не нравится а что они нравятся то плохо я пытаюсь оценить это с точки зрения развития и кто в этом жанре как говорится соловей по голосисте а не тот который себя выдает за соловья и так далее фэнтези потрясающая литература это не только Толкин Джордж Мартин сейчас он безумно интересен потрясающая фэнтези Льюис та же Теннет Ли та же Урсула Легуин которая писала и фантастику и писала блестящие фэнтези земноморье ее тетралоги я перевел три тома два нет один издан был вот и так далее мой перевод и он был первый я тогда в начале 90-х списывался даже с Урсулой вот 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 эти вот вещи и не только там в фэнтези вот нам малоизвестно Джим Вулф например какой прекрасный текст из фэнтези фантастика просто просят озвучить Роберта Желязны просто в ваш список в ваш список друзья девять принцев янтарной страны девять принцев Амбера еще девять принцев янтарной страны под занавес мы можем немножко о фантастике и множко о социальном к маршине времени Уэлса возвращаясь помните парадигму Элой и Морлоке да и вот все чаще у меня с товарищами идет разговор о том что мы вот в нашей городской жизни и оказались вот этой всей ситуации перед лицом вот этого вялотекущего апокалипсиса перерастающего уже невялотекущего вполне себе агрессивный действующий несущийся ревущий к бездне мы оказались перед этой опасностью перед неотвратимостью как Элой перед лицом Морлоков и вообще перед лицом судьбы с которой ничего не можем сделать вам так кажется и как не быть Элойами сохранив себя при этом преображая мир это я не знаю потому что я не бог савовов я не знаю никаких рецептов я только могу сказать в оправдании Герберта Уэллса он выдающийся писатель а суть выдающегося писателя это сила его метафор то что метафор это переносный смысл метафоры в переводе с греческого означает мост или перенесение с одной смысловой плоскости в другую смысловую плоскость вот то что кажется вам познаваемым в виде сюжета это одна смысловая плоскость большинство читателей читает сюжет и дальше этого не идет а настоящее чтение это метафорическое чтение то есть перенос в невидимую смысловую плоскость или как говорил Кант процесс трансценденции переход в иные смыслы да и вот метафора это переход метафоре перенос в иные смыслы и вот любой большой писатель он не сюжетно рассказывает а он метафорически рассказывает заставляя вас задумываться о скрытом смысле о скрытом коде и вот то что вы упомянули это скрытый код который каждую эпоху раскрывается по-своему Уэллс имел ввиду пролетарии и эксплуатируемый класс а сейчас мы видим совсем другое и выясняется что уже социальный подход к этому не подходит здесь все глубже здесь все по-другому в этом суть великой научной фантастики для меня там большая боль что Элои получились в результате усилий нескольких предыдущих поколений по облагораживанию и оккультуриванию мира побеждению болезни прогресс достигнут но во имя чего это его рассуждение по поводу просвещенческой идеологии которая является благодаря масонам во многом доминирующей в западноевропейской культуре и куда это приведет вот эта вот изолированность вот эта вот элитарность потому что масонские общества потому и тайны что они изолированы элитарны и так далее куда это масонство в Англии извините меня оно там расцветало пышным цветом там весь Лондон выстроил по лекалам масонской архитектуры вы знаете что собор святого Павла должен был украшать не крест а ананас между прочим в Москве есть здание есть назовите люди захотят сходить посмотреть пожалуйста я наверное как-нибудь проведу лекцию масонская Москва много зданий это это очень интересная тема для лекции проезжаете на по садовому кольцу и едете очень часто мимо больницы склифосовского да но обратите внимание там лучезарная дельта над входом над портиком что такое лучезарная дельта треугольник а в нем светящийся глаз это абсолютный символ масонства то что строил его граф шереметьев это тот который женился на параше жемчуговой и когда она умерла она попросила его выстроить больницу для бедных вот это больница для бедных который он превратил в масонский храм по лекалам масонского храма выстроен белый дом масонская архитектура присутствует во всех основных построениях в вашингтон белый дом вы имеете ввиду в америке не наш конечно а он скопирован с французского масонского храма полная копия есть вот только французский зарос деревьями он никому не нужен а тот находится в центре всей вселенной но джордж вашингтон и все президенты америки были масонами если когда-нибудь будете в Бостоне и увидите там знаменитое историческое место где произошло знаменитое чаепитие в результате которого началась революция американская да то напротив этого знаменитого дома находится масонская ложа и они вот как зеркально отражают друг друга то что для нас является какой-то причудой для за весь Париж полон масонской архитектуры я в Париже бродил по магазинам где продавалась масонская литература масонская символика и прочее прочее Лондон тем же хорош я был в масонской ложе в Сингапуре масонская ложе в Сингапуре представляет собой что ресторан куда можно прийти а масоны где там а масоны рядом а здесь ресторан вот хотите поесть идите в ресторан когда я входил в масонскую ложу я конечно был чудак там сидели люди и прочее но ради бога двери открыты непонятно кто но там все тебе на всех плакатах рассказывают все и там даже журнал я даже несколько журналов взял и купил у них брелок с символикой масонской ложи и так далее то есть они очень доброжелательны они открыты миру так ведь вот развейтесь сейчас для зрителей для тех может быть кто не понимает что что есть такое масонское движение значит господа у вас есть для этого вот она книжка там все сказано просвещение масонства ну не все ну хотя бы что-то там можете посмотреть и просветить называется падшее просвещение издательство АСТ ваш покорный слуга написал уже свыше 10 книг они все изданы и готовится новая под названием история тела сейчас я буду на каникулах работать над другой книжкой у нее будет название история глупости потому что глупость играла колоссальную роль в нашей цивилизации не все у нас умное глупость это противоположность ума а не явление без тени часто толкает историю вперед именно глупость вперед именно глупость мы живем в такой истории совершенно верно об этом писал еще Эраз Браттердамский похвала глупости глупость противоречит здравому смыслу а что за генезис здравого смысла откуда он родился что это часть какой религии является здравый смысл это религиозное сознание здравый смысл и так далее вот эти проблемы и что считать глупостью а логичность или что падшее просвещение называется книга и вот прямо под занавес почему вы считаете что просвещение вы считаете ли вы что просвещение пало и нужно ли его восстановить ну конечно пало потому что только слепой не замечает как западноевропейская культура которая все основана на просвещении а просвещение это игрушка масонов тут вот даже спорить не надо даже спорить не надо вы имеете ввиду падшее просвещение это западная культура просвещения в какой-то степени и наша так я считаю нашу тоже западной вот вы можете это оспорить поэтому вы говорите не про Европу а я говорю про нас то что берем Льва Толстого войны и мир куда вступает в какую ложу вступает Пьер Безухов его принципиальный персонаж масонскую ложу вы едете по Москве по Петербургу по городам и весям России где остались памятники 19 века вы везде найдете отголоски присутствия масонов вы никуда не денетесь от этого да потому что даже советская идеология перекрикалась как называлась у нас ведущее издательство просвещение свет от слова свет но свет лежит в основе названия одной из ведущих масонских лож иллюминаты членом который был Вольфганг Гёте он масон такой же как Вольтер такой же как Моцарт его знаменитые оперы волшебная флейта это масонская такая же как гимн Евросоюза это девятая симфония Бетховена стихи к ней написал масон Шиллер ещё что-то надо ещё какие-то факты это ну как мне говорила одна простая женщина Викторович говорила она что ты всё про масонов они же детей жрут христианских младенцев это как бы вот такая реакция простого сердцем и душой человека никаких детей они не жрут уверяю вас у них совершенно другая идеология она основана на религии идеизма ну это вот вот здесь всё прочитаете и так далее вот это советский союз строился по этой же технологии мы просвещали мы занимались образованием мы просвещали все союзные республики мы формировали у них интеллигенцию национальную а интеллигенция слово придуманное профессором шварцем московского университета московского или питерского не помню кажется питерского 18 веке масоном потому что интеллигенция это тождество масонства словечко вышло из масонской терминологии шварц посмотрите книгу прекрасного американского автора сейчас имя вам не вспомню но название помню точно он был директором библиотеки конгресса США и великим словистом сейчас от словистов ничего не осталось поэтому политика США заходит в жуткий тупик ей бы надо было лучше разбираться и в китайском вопросе и в славянском вопросе тогда бы многие глупости избежали как это было при железном занавесе когда они прекрасные были словисты и понимали с кем они имеют дело и вот этот бывший директор конгресса США словист американец много лет живущий в России блестяще владеющий русским языком написал потрясающую книгу об истории России настолько потрясающую что я бы ее издавал как учебник иконы и топор практически спутников огромное вот вы там такое узнаете иконы и топор вы такое узнаете там про историю мало не покажется она издавалась малым тиражом всего тысячи экземпляров она толстая ее можно скачать то есть все во имя просвещения вот у нас на самом деле прямо заканчивается время да уж мы да мы засиделись 11-й час вы че вот несмотря на то что мы активно активно делаем вид что мы не способствуем здесь вашему образованию мы способствуем вашему образованию мы называли имена вот что было здесь это профайл скул у Евгения Викторовича с 50-ти процентной скидкой до 12-го июля будут классы они доступны они уже есть некоторые из них я даже смотрел и могу порекомендовать это правда очень интересно про Фауста про Гамлета про многие имена и фамилии про научную фантастику про все что здесь звучало то что зацепило вас можно там найти это в доступе платформа Live Classes классы там с вами были два ваших уже закадычных собеседника Евгений Викторович Жаринов литературовед и автор даже вот художественной литературы можете найти эту книгу и тоже подвергнуть ее бескомпромиссной критике или очароваться и найти другие все примется вот все примется вот с вами был Вячеслав Малахов вот в лабутенах цвета борща из крови христианских младенцев автор группы Дереволюционный советчик еще увидимся вот и здесь и во многих других местах читайте и будьте благородными и говорите правду спасибо спасибо Чулпан Хаматова недавно вот ее цитата была популярна и сейчас часто об этом говорят что если бы люди чаще бывали в театре то они были бы способны на меньшее какое-то зло у них ну театр заставляет душу расти а я бы сказал даже не в театре если бы люди чаще смотрели бы потому что театр наш отечественный сейчас испытывает не самые на самом деле лучшие времена вот из всего то что я не театрал но я снимаю сливки да вот золотая маска и так далее и с питерской театральной жизни меня питерцы все время водят по лучшим спектаклям и с московской я могу сказать что за последнее время у меня настоящее потрясение было от Римаса Туминоса от его гениальной постановки «Война и мир» я просто рыдал как ребенок я давно уже не испытывал такого катарсиса я любитель Толстого увидел как прибалтиец человек вроде бы как сейчас говорят враждебной нам страны с таким комплиментом сделал это фантастическое зрелище фантастическое просто кто его ругает тот слепой и дурак потому что вот это вот ну он там стоит как остров после него я уже ничего не хочу смотреть что для меня это такая потому что он продолжает традицию Эфроса постановки которого я видел потому что это моя молодость он продолжает традиции русского психологического театра такие как Товстоногов да такие как Васильев да в какой-то степени тот же Любимов потому что у него в «Войне и мир» есть приемы определенные Любимовского театра я это все видел это мой театр Чулпан Хаматова не могла это видеть она тогда кажется пионеркой была а какой это год это 70-е возможно не знаю я какого она я в 70-м году был обожжен представлением любимого час пик я не представлял себе что такой театр может быть а в школе помню нас сводили в малый театр на ревизоры где Христакова играл Юрий Соломин где с Кузняка Дмухановского играл Вестник я помню я так был потрясен этим действом что я так сказать какой-то мало тогда еще читающий семиклассник первое что делал думаю я перечитал ревизор думаю неужели это так смешно будет как я увидел понимаете произошло посмотрели не помню во всяком случае я ну не только благодаря этому но стал активным читателем что и спасло меня от энтропии бытия что называется за что я и благодарен началось с театра не с библиотеки с театра даже с кино с кино началось да с кино с театра в том числе и как ни странно с романов беляева ну с них много да герберт у и и Продолжение следует...